Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот, под одно моё последнее видео Человек пять, наверное, скинуло мне ссылочку на вот это видео Одного человека, не пойми как его зовут Старк вот тут написал, любит же себя называть, не пойми как Как дожить до ста лет, от чего умер Стив Джобс? Ну и разместив здесь яблочко, как глумление, судя по всему Потому что, ну поймёте сами почему И ещё стаканчик типа вина, то есть как фужер называется От чего умер Стив Джобс? Уже, в принципе, можно понять, о чём речь Скинули мне люди так, что проанализировал я это, разъяснил по полочкам На самом деле, давайте договоримся, дорогие друзья, мои постоянные зрители, о следующем Всяких разных умников, идиотов, гопников, тупиц, быдла Безмозглых, так сказать, аналитиков Очень много в интернете сейчас каждый может говорить о чём угодно Выдавая за якобы истину свою веру во что-то Или оправдывая себя психологически таким образом, как бы поддерживая свою веру в себе Так вот, бессмысленно мне анализировать примерно одно и то же О многом времени нет на это Поэтому это будет, пожалуй, последнее видео такое аналитическое Не пойми кого Естественно, я не говорю о некоторых людях О которых я, во-первых, давно обещал сделать анализ и прочее Давайте не будем тогда терять время То есть, естественно, я буду продолжать аналитические выкладки Но по всяким не пойми кому Которых тысячи там в интернете нет смысла Ну, неужели по аналогии и так всё непонятно Но начнём Сегодня о роли не связан с политикой Хочется поговорить на некоторые отвлечённые темы Но я думаю, что это очень важно Это волнует всех нас Если вам есть что сказать Высказывайтесь, комментируйте Это интересно Тема такая Нужно ли для того, чтобы прожить долго и счастливо Ну, например, ограничивать себя, скажем, в употреблении мяса И продлевает ли экстремальная диета Типа вегетарианство, веганство, фруктоедение На самом деле жизнь Очень многие сейчас, особенно молодые Верят в то, что если они радикально изменят своё питание То, конечно же, они не употребляют, как говорят, тяжёлую или токсичную пищу А значит, гарантированно будут жить долго Ну, во-первых, не только молодые Мне пишут люди и непосредственно И о своих мамах, тётях, бабушках и так далее, родственниках Которым за 80 и за 90 лет Которые перестали есть вот эту самую неестественную для человека пищу То есть трупы животных в разных их модификациях И избавились от огромного количества болезней Этому свидетельствуют даже не сотни, а тысячи писем Причём подробных Этому свидетельствуют сотни личных консультаций И так далее, и так далее Ну, значит, я скажу, что Значит, про канал показал Вызвало интерес бурный Вон уже почти полторы тысячи комментариев Я тоже комментарий тут написал На что у нас вот здесь с этим товарищем Самим непосредственно Вот, Старком Завязалась переписка Её вы можете прочесть Хотя я дальше её сам зачитаю И ещё это прокомментирую Вероятно, это просто необходимо Вот, ну, естественно, он не может угомониться Верит в то, что говорил Это понятно Ну, а главное, он показал здесь очень важные моменты В своём письме Которые я обязательно в этот аналитический разбор включу Поехали дальше Вот об этом я хотел бы поговорить На моём канале я всегда призываю людей к здравомуслим Ух, какой молодец Давайте будем мыслить здраво Вот давайте И отталкиваться не просто от чьих-то иллюзий Или рассуждений по этому поводу А будем смотреть буквально факты А вот теперь давайте посмотрим Внимание Вот человек призывает смотреть факты Рассуждать здраво Я с этим согласен И всегда своих зрителей к этому призывал А теперь посмотрим Рассуждает ли и этот человек здраво И смотрит фактом в глаза Давайте смотреть Действительно ли среди долгожителей Очень много вегетарианцев и веганов Этот человек всем известен Это знаменитый Омшо Он основатель целого философского течения Очень многие увлекаются его книгами Прожил насыщенную, богатую жизнь Умер от сердечной недостаточности В возрасте Вот как вы думаете Сколько лет этому глубокому старику Вот чисто по фотографии Ни за что не угадаете Если не узнаете Я не знаю Я думаю Не знаю Может 65 лет Он абсолютно не выглядит глубоким стариком Не надо перевирать Объективные факты Кожа абсолютно гладкая Лоб, нос Посмотрите Идеальная А седые волосы и борода Вот как раз и старят человека Это всем понятно Сбрить и будет просто молодцом Я не знаю сколько ему лет Сейчас послушаем Будем верить автору на слово Умер в каком возрасте Это ничего не доказывает А он пытается этим якобы что-то сказать Точно Умер он в возрасте 58 лет Ну я был прав Ну что за бред Борода Как у стариков Которые показывают на фотографиях Ну не выглядел он Ну что за бредятин Вот автор Объективно разбирается Ну просто нет слов Его здоровый образ жизни Не продлил ему жизнь А вы откуда знаете Какой у него был здоровый образ жизни Мы зачастую мало знаем О тех людях Которые так сказать Выдают себя По большей степени За тех Кто ведет здоровый образ жизни Это понятие очень Во-первых Растяжимое Здоровый образ жизни Во-вторых Если у него инфаркт был То определенно Так сказать Понятно Человек умер от болезни Почему Нужно рассматривать Конкретно его жизнь Что он ел Помимо того Что он ел Как он жил Так сказать Что он делал Так сказать На разные стороны его жизни Вот у меня есть видео О инфарктах Посмотрите Будет понятно Что главными причинами Являются спазмы Сниженное количество в крови Углекислого газа Что приводит как раз К мышечным спазмам И так далее Стрессы И так Мы же не знаем все Ну допустим Ладно Он медитировал Стрессов не было Есть и другие объективные причины Отсутствие определенных В нужном количестве Питательных элементов Питания Да есть и Совершенно Разные Причины Потом опять-таки Жизвестного человека Основателя Стрессов не Могут Могут Вполне Убить То есть Прекратить Его жизнь Разными Средствами В том числе И теми Которые Приводят К инфарктам Разве Не так Такое Можно исключить На 100% Нет Поэтому Это вообще Абсолютно Не пример Но сейчас Понятно Будут попытки Дискредитировать Здоровый образ жизни Веганство Сыроедение Любыми средствами Давайте посмотрим Можно ли Разумному Именно Человеку Вот поддаться На Те Лживые Аргументы Либо Выдаваемые Якобы Желаемые За действительное А на самом деле Абсолютно Не фактологические И не доказательства Того Что хочет Внедрить В мозги Людей Автор Чтобы они Согласились С его мнением А он делает Это для Само успокоения Как потом Будет абсолютно Ясно Даже До 60 Кто еще Умер Приблизительно В этом возрасте Падрик Суэйс Тоже Знаменитый Вегетарианец Который Настаивал На своем Удозе жизни И умер Как в основном Умирают Веганы И фруктоеды От Рака Поджелудочной Железы В 57 Лет Какой умник Ну про Рак поджелудочный Мы потом поговорим Видимо он не смотрел Хотя автор признавал Что мои видео Тоже сначала Смотрел А видимо Все таки не смотрел Видео по Причинам Рака поджелудочной Железы В чем еще Подмена понятий Он рассматривает Вегетарианцев Веганов Сыроедов Мешая всех Вместе Например тот же Стив Джобс Сыроедом не был Никогда А какие-то Несколько месяцев Месяцев его жизни Когда он был На живом Абсолютно питании Не говорит о том Что он был Сыроедом Это и любой Мясоед Может Там месяц Два Проголодать Он пост Соблюдать Абсолютно Строгий Христианский Предположим Пост Великий Сказать Что он был Сыроедом Что касается Веганов И сыроедов Их во много Сотен И тысяч Даже раз меньше Чем всех тех Кто ест Все подряд Если посмотреть Статистику В процентном Отношении То любой Вид рака Во много Раз Десятков И сотен Больше И чаще У тех Кто ест Все подряд Мясо И прочее Чем у Веганов И сыроедов Вот таким То образом Надо смотреть А выборку Тех единиц Известных Веганов А почему Неизвестных Веганов Тогда не смотреть Потому что их никто Не знает И не интересно Или просто Под доказательную Теорию Хорошо подходят Те Кто был известен Ну умер От рака Или от других Болезней По каким-то Так сказать Причинам Которые конечно Автор Как и любители Жаркова Будут сразу Говорить Ну поэтому Ты умер Значит бери Режь барана Жри мясо Радуйся Пей вино И бухай Блюй И живи Своё удовольствие Для этого Типа и дана жизнь Живём мол Один раз Бери от жизни Всё 56 лет Умер Самый знаменитый Фрукторианец Который Всю свою жизнь Проповедовал Свой образ жизни И даже Сделал Яблоко Символом Своего Детища Человек Которого Врачи Умоляли Употреблять Качественный Белок Господин Стив Джобс Умер В возрасте 56 лет Опять же От рака Поджелудочной Железы А умник Автор Говорит Или Считает Нужным Скрыть Тот факт Что он И наркотики В своё время Применял Алкоголь Пил Там Насчёт Курева Не помню И много Чего другого В его жизни Было интересного И Значит Давайте Попрошу Своего Программиста Вставить Тот Кусочек Где Биологически С точки зрения Медицины Я Объясняю Причину Основную Не все Конечно Но основную Причину Рака Поджелудочной Конкретно Железы Из моей Лекции По грибкам По онкологии Давайте Послушаем Да и вообще Любит Знаете Нашего брата Вегана Сыроеда Подкалывать А вот Стив Джобс Миллиардер Что же он Был веганом И у него Рак поджелудочной Железы Кстати Таким умникам Я скажу Да у него Рак Ну кстати С ним живут Обычно полгода Или меньше Он прожил Так сказать Там по-моему 6 или 8 лет Рак это тяжелейший Серьезный А причина То в чем Самого высокого уровня Академики Доктора Порой Погрязли В своих стереотипах Они лечат Поджелудочную Железу Пытаются А как ее Лечить Она сама Только регенерироваться Может Ее никак Никакими веществами А что они Понимают Что это Батритис Нет Не понимают Веганы Могут Через помидоры Заразиться Могут И при стечении Обстоятельств Например Постоянные Электромагнитные Поля Еще какие-то Проблемы Вот вам И не повезло Кому-то И перешло В активную форму Батритис Вызывает Рак желудка Рак пищевода И внимание Рак поджелудочной Железы А еще Рак крови Так Для интереса Ну и полипы Всевозможные Полипы Во всех местах В том числе В редких Таких Как желчный пузырь Хотя сейчас И там полипы чистые Это вот это Значит тут Я сразу подскажу Что без Гриба Веселка Просто бессмысленно А лечился Товарищ Стив Джобс Веселкой Нет Нет Даже вот Без вариантов Поэтому Прости вот Джобса И других людей Умерших От рака Поджелудочной Кстати От рака Поджелудочной Умирают Сотни тысяч Людей Но почему-то Известно у Стива Джобса Потому что якобы Он был веганом Он не был веганом И сыроедом Вегетарианство Вообще Ничего не решает Никакие проблемы Тем более Если человек ест Какие-то животные Продукты А вегетарианцы Подразумеваются Что они едят Кто-то рыбу Яйца Молоко Творок Сыр И так далее Так что это Никакого отношения К здоровому Жизни не имеет Теперь Давайте посмотрим Он приводит Примеры по 50 Там лет Давайте дать Другой пример Посмотрим Вот известный Спортсмен Тоже известный Человек Который умер Будучи вегетарианцем Веганом Да умер К сожалению Не так давно В возрасте Почти 105 лет В возрасте Полных 104 лет Потому что Его сбила машина В самом Преклонном Что называется Хотя к нему Нельзя Отнести В возрасте Он сгибал Двумя пальцами Двумя пальцами В конверт 25 центовую монету Силач Мышцы имеющие И прекрасную форму Физическую До последних Минут своей жизни Подчеркну еще раз Он умер от того Что его сбило На дороге Автомашина Если есть хоть Один пример Подобный Который опровергает Вот это безумное Мракобесие Вот этих Любителей Биштексов То это уже Говорит о том Что они несут Бред Ну давайте Послушаем дальше Вдруг будет Что-то доказательное Самой любимой едой У него была Морковка И яблоки Конечно же Он не курил Не употреблял Алкоголь Здорово Последние годы жизни Деньги Он мог позволить себе Самую качественную Морковку И самые качественные Яблоки Вот поэтому Он прожил С раком поджелудочный А обычно С ним живут Не более полугода Чуть ли не 12 лет Потому что Да За его миллиарды Врачи сделали Ну почти все Что могут Из того Что они знают Хотя это лечится сейчас Но Никак не вылечить Не понимаю Первопричину Ну как мы видим Жизни Это ему Не прибавило Следующий Известный Вегетарианец Бук Стоп-стоп А при чем тут Вегетарианство Товарищ дорогой Вегетарианцы Здесь вообще Ни при чем Вегетарианцы Могут Алкоголь пить Кстати Курить Таких очень много Вегетарианцев Они могут Так сказать Кофе пить литрами Они могут Молоко Творог Сыр есть Попсиколу Пить И так далее Так что Жарить все подряд И варить Все что угодно Из канцерогенов Нахвататься Полным-полно могут Так что Никакого отношения К здоровому Образу жизни Вегетарианство Не имеет Это вообще Можно пропустить Вот этот бред И не слушать Давайте поставим Сюда тогда Сразу ему дадим Аннет Ларкинс Которая выглядит Кстати как Я думаю И этот товарищ С басистом С теплым голосом Не будет Так сказать Лезть в бутылку И говорит Что она выглядит Да На 78 На 80 лет Конечно Она не выглядит Ссылочки под видео Будут Кто захочет А там есть такая ссылочка Когда Человек в 8-10 Под моим роликом Омоложение Про Нэт Ларкинс Писали Вот мол Она в пластических операциях Но особенно Дамочки Которые понимают Что они так Выглядеть не будут И они от злобы Понимая Что бутерброды И всякие пирожные Они своей жизни Не уберут То соответственно Они начинают Исходиться пеной Что она мол Вся в пластических операциях Об этом же написал Один и мужчина Но когда Я ему сделал Несколько аргументов Привел А потом он кстати Написал Надо дать должное Извинился И сказал Да Вот это видео Надо дать всем Сразу не заметил Стал изучать подробней А оказывается Вот любительские видео Нашел Где действительно И в плохом свете Не при специальном свете А так Действительно видно Насколько Так сказать Естественно И ничего нет И так далее И он взял Что называется Слова обратно То есть честный человек Нашел себе мужество Это сделать Ну эту переписку Я тоже выложу Под видео специально Чтобы люди могли По аналогии Тоже посмотреть А не лезть в бутылку Раньше времени Знаменитый музыкант Он был не просто Вегетарианцем Он был активным Сторонником Движения Против убийства животных А марихуан Ну как там И наркотики Он не принимал Никакие Многие почему-то считают Что он умер От наркотиков Но это неправда Год Марли Умер от рака В возрасте 36 лет А наркотики Не приводят К раку А другие факторы Никакие К раку Не приводят Значит Под видео Будут ссылочки Про онкологию Причины И первопричины Онкологии Посмотрите Факторов То очень много Кстати Мое видео 9 причин болезней Как раз рассказывает Которое я много лет назад Еще снял Несколько было Аналогичных видео Что есть 9 групп Факторов Которые приводят К болезням В том числе К онкологии Это и радионуклидов Человек мог наглотаться В свое время Какой-нибудь рыбы Вон в Атлантическом океане С ртутью Богатой Смываемой Амазонкой И другими реками От золота Искатели Сверховьев В море Рыба Напичкана Артутью Другими тяжелыми Металлами И это могут быть И другие причины Их очень много Так что как интересно А сколько умирает Вообще человек От рака Сотни миллионов Сотни миллионов Умирают сейчас И эта болезнь Уже превосходит Сердечно-сосудистые И только по некоторым Долго объяснять Причинам Еще официально Стоит не на первом месте Среди всех развивающихся И особенно развитых стран Но развивающихся В смысле Когда индустриальное развитие Там идет достаточно быстро В последние годы Когда переезжают Сельские жители В города И начинают вести Образ жизни Копируя Такой Приближаясь К среднему классу Скажем Общества европейского Или американского То там Да Сейчас вообще-то В Гонконге У каждого второго рак Та или иная стадия Того или иного Вида рака А В США У каждого третьего И это знают врачи Которые конечно Официально эти данные Не дают Я знал это Лично от врачей От людей Которые Так сказать И оперировали И там и там Эту информацию То есть Это просто У каждого второго И третьего И что вы хотите Что этим Можно вообще доказать Ничего Чем дальше Цивилизация Развивается И больше факторов Воздействия Таких как Электромагнитных Мощнейших волн Там На человека Оказывает Химическая еда Отравленный воздух Естественно Тем больше будет Рака И рак молодеет Как и другие болезни Одна из самых красивых Женщин Голливуда Оби Хеппер Она написала Даже несколько книг О здоровом питании Она утверждала Что конечно же Ее замечательная внешность И красивая кожа Это только благодарность Ее строгой Веганской диете Умерла она От рака Толстой кишки В возрасте 63 лет А в возрасте 64 Ну давайте сразу Значит поставим Сюда примеры Обратного Поставим сюда Примеры Тех кто Вот например Недавно С сожалению Сообщаю Что умер Выдающийся Кардиохирург Старой школы Действительно Специалист Профессор В возрасте 104 лет Вот пожалуйста Посмотрите Веган В 3 лет Умер знаменитый Британский актер Аллан Рикман Также активный Сторонник Жесткого Веганского А вот Умерли В преклонном Возрасте А давайте Сейчас Поставим Вот эту Бабушку Интервью Кстати Очень многие Люди Еще 100 лет Назад И около того Не ели вообще Никаких Животных продуктов И уж по крайней мере Мясо Расскажите о себе Сколько вам лет Да только всего С 27 Как у вас здоровьица Бога благодарю На ногах хожу Все удивляются Твои все лежат А ты ходишь А я батюшке говорю Батюшка Они мясо едят А я С 27 Года Как родилась Мясо Не ем Идем далее Единственный Пожалуй Долгожитель Можно так сказать Это знаменитый Философ Кришна Морде Он умер В возрасте 90 лет Тоже был Ярким Фруктоедом Но вот скажите Вы Есть же Примеры Долгожительства Среди фруктоедов Это кто Вы что ли Привели пример Вы их скрываете Наоборот Вот к примеру Еще один товарищ По-моему Из Бразилии Ему было тогда Лет 108 Или 110 Когда я писал А сейчас Посмотрите Сколько ему лет И как он выглядит Да Правда Умер он тоже От рака Поджелудочной железы А ваш Например Ну не ваш А так сказать Такие люди Как Лаймус Полинг Лауреат Нобелевской премии Который Синтетический Витамин С Создал И пичкал им Всех подряд Тоже умер Например Его жена Умерла от рака И что Или вы хотите Сказать что рак Редкое сейчас Заболевание Или это От питания Только Это как раз Эти люди Сильно и долго Противостояли Раку И рак У них Случился бы Гораздо раньше И умерли бы они От рака Гораздо раньше Если бы не их питание Потом Опять таки Про всех не говорю Я не знаю Какое конкретно Питание было И вы не знаете Потому что это надо Анализировать И смотреть Есть ли ошибки Или нет У веганов И сыроедов Ошибок Тоже очень много Бывает Они совершают Очень много ошибок Как и другие Впрочем Люди Разного питания В основном Струдие веганы Или фруктонеды Умирают от рака Поджелудочной железы Это чушь полная Абсолютная Неправда А умирают они Совершенно по другой Причине Ну те из них Кто от рака Поджелудочной Потому что Есть несколько Причин в том числе Рака поджелудочной И одна из них Которую вы горлопаны Не знаете Вообще никогда Не говорите Это паразиты Например Та же анкилостома Как раз паразитирует На панкреатических Протоках И в печени И в поджелудочной Может И соответственно Повреждая Постоянно травмируя клетки Провоцируя новые деления Порой Бесконтрольные Если они начинаются От постоянных Физических воздействий Действительно Может возникать Рак В том числе Поджелудочной Это одна из причин А Паразиты Это огромная проблема О которых я бьюсь Уже как говорится Говорю Мои постоянные зрители Знают давным-давно Поэтому каждому человеку Надо проходить Два раза в год Антипаразитарную Комплексную программу Терапию К тому же Веганы и сыроеды Тем более Более подвержены О чем я тоже всегда говорю К паразитозам Различного рода Начиная от простых Астриц До каких-нибудь Там Таксокар Аскорид И прочих Потому что Термически необработанная пища Если в ней Есть Цисты Яйца Там Фины И так далее Паразитов То естественно Они развиваются В организме И если Это не прожарить Не проварить Но Если все варить И жарить Возникает другая проблема Если человек ест Только жареную Вареную пищу Вот тогда он гарантированно Умрет от рака Причем от совершенно Разных форм рака И это будет Уже абсолютно точно Но факторы риска У сыроедов И веганов Есть Это не значит Что это неправильно Или плохо Это только лишь значит То что их надо учитывать А у нас люди Не любят ничего Учитывать Думают Вот есть чудо И панацея И природа Сама от всего Избавит Нет Это ошибка Вот этих людей Или от рака Двенадцатиперстной кишки Дело в том Что Когда Люди Начинают Есть Преимущественно Только Одни продукты Поджелудочная железа Отвечающая За Выработку Ферментов Для переработки Этих продуктов Долгое время Работает Фактически На изну Первая глупость Что значит Одни продукты Любые продукты Если мы говорим О природных продуктов Содержат в себе И углеводы И белки И жиры Просто в разных пропорциях А поскольку А Не буду сбегать вперед Что он там написал Функция поджелудочной железы И в конечном счете В какой-то момент Формировалась Тысячи лет И была настроена На белковую пищу Полное невежество Вот после чего Только после этого Можно просто плюнуть На это дело И не смотреть дальше Потому что Ну как можно Такую ахинею нести Когда поджелудочная железа И это известно Вырабатывает Не только Фермент Трипсин Который действительно Расщепляет Полипептидные белковые Цепочки до аминокислот То есть он как бы Помогает Допомогает В этом смысле Желудку Со своей соляной кислотой Ферментом Пепсином Который изначально Дентурирует Расщепляет белки До более простых Скажем Участков белковых молекул То есть полипептидных цепочек Но ведь поджелудочная железа Вырабатывает Не только фермент Трипсин А еще и фермент Амилазу Который Расщепляет углеводы И фермент Липазу Который расщепляет Жиры Ну не говоря уже о гормонах А он как пишет Посмотрите как Формировалась тысячи лет Она не формировалась Ничего никогда Нигде не формировалась Все было И развивалась В процессе антогенеза Неизменно И была настроена Главное На белковую пищу Уже полное невежество Тотальное Заменить поджелудочную железу Ничем нельзя Ее невозможно Пересадить В отключении От других органов К чему я привел Все эти примеры К тому что Ни вегетарианство Ни веганство Никакое фруктоедение Не является залогом Долгожития Бред Это как раз Подтасовка фактов В выдавании Желаемость Действительной Еще насчет Поджелудочной железы Вот что скажу Напротив Дорогие друзья Кто ест мясо А тем более 2-3 раза в день Возможность Смерти именно От рака Поджелудочной железы Увеличивается В десятки и сотни раз Потому что Именно вы создаете Колоссальную Незапрограммированную Природу Нерассчитанную На это Потому что мы По внешнему строению То есть Морфологическому По анатомическому Нашему строению Я разбирал Все системы органов И от пищеварения Там до прочих Посмотрите внимательно И поймете Логические мои объяснения Фактологию Фактически только И по биохимическому Нашему строению То есть процессам Проходящих Внутри нас Мы не являемся Никакими Неплотоядными Не всеядными А мы плодоядные Существа И что касается Кстати потребления Вот этих Высокомолекулярных Животных белков В больших количествах Тем более Это как раз Провоцирует Поджелудочную железу На выработку На работу На износ Просто на износ Вот этого фермента Трепсина В таких количествах Что просто у всех У каждого первого Практически сейчас Человека Есть хронический Панкреатит Который не выявлен Он не так Активно проявляется И вот как раз Когда люди Переходят на другой Вид питания Перенеся с собой Болезни Не только открытые Явные Но и хронически В новую свою жизнь При смене питания Например на сыроедение Веганство А потребляя Большое количество Растительной клетчатки Действительно Надо больше Фермента Ну скажем Амилазы Который углеводы Расщепляет И вот тогда Не перестроившись На эти Измененные Биохимические процессы Поджелудочная железа Проявляет себя Видит Тех же панкреатитов И других проявлений Когда действительно Врачи уже В открытой форме Констатируют И говорят Это вот веганство Или сыроедение Виновата А виновата Не это Виновата То что вы Всю свою жизнь Себя убивали А тут чудо хотите За считанные Какие-то Часы Месяцы Годы Это так Не всегда бывает Все зависит от того Насколько человек Был поражен Теми или иными Недугами Даже в латентной форме В прошлой своей жизни Что он перенес сюда В новую Идет перестройка Организма Это не так просто Кстати обязательно Посмотрите мою лекцию Дисбактериоз Кишечника Вы поймете Не только Относительно кишечника Здесь это крайне важная Лекция Так же как и например Гипертония Часть вторая Или инфаркт Миокарда Потому что Там я объясняю Вообще Очень многие Процессы Биологические Как они есть Которые приводят К тем болезням Что люди Порой Даже не могут Понять Что именно Следствием этих причин Явились Вот как раз Данные заболевания Ну а теперь Дальше Что он там Говорит Значит Среди долгожителей Нет вегетарианцев Сыроидов Руктайф Это бред Эти люди Есть Многие из них Просто не выпячиваются Но таких Достаточно Которые Примеры И я привел Не меньше Чем этот товарищ Большой праздник Сегодня в Дагестане В селе Серебряковка Поздравляет Магомеда Лобазанова С днем рождения Дата не круглая Но впечатляющая Пенсионеру со стажем Исполнился 121 год Дедушка сегодня Радовался и танцевал А Борис Корягин Смотрел в его паспорт Удивлялся И разумеется Спрашивал В чем секрет долголетия О Магомеде Лобазанове В Дагестане шутят По нему хоть историю и пиши Россия царская Революция Две мировые войны Период перестройки И вот теперь он уже В 21 веке Он родился 1 мая 1890 года Магомед Лобазанов Никогда не курил И не пил С детских лет Работал физически У нее есть внуки И много прапраправнуков А еще у долгожителя Свое очень скромное По нынешним меркам питание Фрукты, отварные овощи И кукурузные лепешки В тяжелое время Они заменили ему мясо А потом он от него И вовсе отказался Точно так же Среди мясоедов И даже среди тех Кто выпивает Бокал красного вина За обедом Очень много Живущих Долго Больше 90 И доживающих До 100 лет Пока ученые Стоп-стоп Одна поправочка Такие были Таких больше не будет Были Потому что тогда Когда формировались Эти люди Которые умерли В 100 лет Или в 110 Увеличим эту цифру Или даже в 120 Когда они росли Формировались Была экологически чистая Только биоорганическая пища Пища Это второй фактор Была богата Микроэлементами Которая сейчас Она бедна Даже выращенной На органических плантациях Об этом я рассказывал В своих многих лекциях В том числе Вот в этой По экологии Кому будет интересно Посмотрите Потому что Когда они росли Была равномерная Размеренная жизнь Поколения Эти люди В основном В сельской местности Расли А тем более В горах Долгожители Они ели Очень много зелени Вместе с тем Что даже Если они ели Мясо И так далее Что в какой-то мере Нивелировало Эти проблемы Центры сверхдолгожителей Были только В тех местах Где вода Которую они пили Либо из горных источников Либо из родников Особых А таких 7-8 точек На планете Были со сверхдолгожителями Так вот Вода обладала Особыми физико-химическими Свойствами ОВП Было в отрицательные Показатели То есть ОВП были Минусовые Плюс водорода Но скажем Йона водорода В воде было 0,81 мг на литр В этих местах Всегда А это мощнейший Антиоксидант И вся логистика Причин Даже при Многих неправильных Сферах жизни Нивелировалось В большей мере И тогда Люди могли проживать На 30, 40, 50 Даже лет больше Чем прожили бы Если бы не было Такой воды Которую они с детства Причем потребляли То есть Их выделительные системы Работали идеально Это то же самое Когда спортсмены Как бы не ели Какую гадость Пока они очень активно Занимаются спортом А значит Много потеют Идеально работает Идеально работает Лимфатическая система Канализации Нашего организма И яды Токсины Шлаки Из организма Выходят активно С потом С калом С другими Средами Через все Выделительные системы Активно работающего Организма Да Они относительно Здоровые Но как перестают Заниматься спортом А питание Безусловно Все Без исключения Оставляют тоже Сразу начинают Сыпаться Вот вам инсульты Инфаркты Рак Ожирение Сахарный диабет И прочего Тех же спортсменов Или как здесь Долгожители В инвалидных колясках Это что нормально А кстати Этот товарищ Сделает потом Вывод больной А логичный Извращенный вывод Что старость Это болезнь Знак равна То есть равенство Что это Естественное следствие Одного с другим Естественно Если будешь Жрать мясо Молоко Пить там Тем более Винишко красное Не говоря о другом Алкоголе Конечно Это ждет Такой конец Если человеку не повезет Просто в один миг Ночью скончаться От инсульта Инфаркта Тогда да Человеку повезло Но эти же умники Начнут орать Про тех бабушек Которые 120 лет прожили Или там 100 И вот Дедушка Пил курил Умер в 95 лет Ну ты то дебил Не проживешь столько На тебя На идиоты Уже с детства Действуют Те факторы воздействия Которых не было У бабушек У дедушек Когда они росли Это электромагнитное излучение Начиная от микроволновых печей СВЧ излучений Сотовая связь Вайфай проклятый Который только буквально лет 10 В нашу жизнь вошел И сейчас уже Приносят непоправимый вред Будущим поколениям Естественно Твои дедушки Никак-то работали Физически Гораздо больше И работали Не имея стрессов Я не говорю про Период Великой Отечественной войны А про тех же Долгожителей в горах Говорю Которые Так сказать Вот Постоянный Размеренный Режим Рацион И так далее И организм приспосабливается В какой-то В большей мере К стабильности факторов Чем к нестабильным Есть и очень много Других факторов Это я анализирую В своих лекциях По долголетию Долгожительства Разбирая по регионам По историческим Отрезком времени С точки зрения Биологии Биохимии Физиологии Логики И так далее Провели Ни одной Ни единственной Параллели Между тем Что вегетарианство Продливает жизнь Наоборот По мнению Оксфордского Университета На первом месте В плане смертности Стоят как раз Веганы И фрукты Ну умник Можно подчеркнуть Значит было В свое время Выходило В несколько Изданий Переизданий Большой Советской энциклопедии Были при Сталине По-моему Два издания Потом при Хрущеве Желтенькая такая И дальше И дальше И дальше В одном было написано Что пиво Полезно И обосновано Почему Потом Полное доказательство Что пиво вредно Потому что И ожирение Сердечной мышцы И прочее И так менялось Раза 3-4 Поэтому Насчет Оксфордского Там Института Кстати Не забывайте Дорогие друзья К зрителям разумному Обращаюсь Что Гарвардский был проект Как уничтожить Растию Да И это факт Директива Алена Далеса 20 дроп 1 Потом Хьюстонский И то что Эти товарищи Из этих Насчет Реальной пользы Напишут Или скажут Вполне Только идиоту Непонятно Это во-первых Во-вторых Есть такая Александра Андерсон Прорекламирую Бесплатно Разумеется Канал Очень Порядочного Хорошего человека Женщины Матери Нескольких детей Веганов Она сама веган Вышла по-моему За шведа Вот замуж Ну поэтому Фамилия Андерсон Так вот Она обладает Знаниями Неских языках Пытливым умом А также Усидчивостью Большой Проанализировала Как раз И продолжает Это делать Почему я советую Ее канал Особенно Вот чтобы заткнуть Рот Вот таким умником Как раз Исследования Зарубежные Медицинские Выложенные На официальных Источниках Различных Институтов Научно-исследовательских Институтов Академий И как раз Давайте сейчас Приведем Пример Обратные Примеры Того Что было Исследовано Обосновано У пользы Вегетарианства И даже Сыроедение И даже В лечении Рака Официальные Документы Давайте Посмотрим На научные Факты Детская Онкология Представляет Серьезную Медицинскую Проблему И во многих Развитых Странах Смертность Детей От рака Вышла На второе Место После Травматической Веганский Рацион Питания Позволяет Значительно Снизить Риск На Минус 15% Заболеваемости Раком А для Некоторых Отдельных Видов Рак Например Рак груди Снижается На 62% При этом Согласно Этому Гарвардскому Исследованию Если вы В детстве Ели много Фруктов И овощей Это защитит Вас от развития Рака Позже По жизни Итальянские Исследователи Опубликовали Гид Для врачей Где пишут О полноценности И пользе Веганского Питания Для беременных И детей Всемирная Организация Здравоохранения Отнесла мясо К группе Канцерогенности Номер один В этой же Группе Асбест Масштабные Эпидемиологические Исследования Показывают На превосходство Рассильного Питания Над общепринятым Согласно Этому Гарвардскому Исследованию Даже Одна порция Мяса В день Увеличивает Риск Абуляторного Бесплодия На 32% Если Разбить Факторы Риска По разным Сортам Мяса То Красное Мясо Увеличивает Риск Бесплодия На 40% А употребление Одной порции Мяса Куриц В день Приводит К 50% Повышению Риска Бесплодия Белок Животного Происхождения Прямо Коррелирует С бесплодием А белок Растильного Происхождения Защищает От него Это может Быть обусловлено Наличием В продуктах Животного Происхождения Гормона ЕГФ1 Который Связан Не только С бесплодием Но и с раком В мясе Настолько Много Стероидов И половых Гормонов Что Согласно Этому Исследованию Беременные Женщины Употребляющие Мясо Рожают Менее Фертильных Сыновей Так что Умники Могут Выискивать Что угодно Находить Тех Иуд От ученых Такие Как Например Когда Жить не давали Доводили До нищеты Выгоняли Со всех Работ Честных Ученых И во Франции И в США А иногда Некоторых И убивали Например Кто голос Подавал Против Честный Свой голос Честного Непродажного Ученого Против Генномодифицированных Продуктов Трансгенов Когда Корпорации И продажные Так сказать Медики Закрывали им Весь доступ Ко всему Что называется Кислород И Полное забвение Научное Информационное И прочее Ну можно конечно Найти такие сведения Подонков Дебилов Или Изуверов Можно На втором месте Вегетарианцы Но не жесткие Вегетарианцы И люди Слишком Увлекающиеся Мясом Те кто Едят Мясо Пять раз В неделю А вот На третьем То есть Меньше всего Умирают Люди У кого Разнообразное Питание Которые Стоп Ватя Разнообразное Питание Это не значит Что туда Входит мясо И так далее Разнообразное Питание Исключительно Здесь простая Логика Биохимическая То есть Человек должен Получать Все те Питательные Элементы Которые Должны быть в организме То есть Микроэлементы Макроэлементы Филатные Только органической Форме А не вареные Жареные В виде неорганических Солей Это конечно же И жирные кислоты Аминокислоты Из которых белки Строятся Синтезируются В каждой клетке Организма В органеллах Которые называются Рибосомами А белки Не просто так Мясные Или растительные Возьмут И усвоятся Они не усвоятся Они разлагаются До аминокислоты Для новичков Кто первый раз Смотрит Говорю У нас в желудке А потом в кишечнике Всасываются В тонком кишечнике В кровь И кровью То есть нашей Жидкой Уникальной Соединительной Тканью Разносится В каждую клетку Организма Где из этих Аминокислот Ну естественно При участии Ферментов Различных Витаминов Минералов Строятся Синтезируются Собираются То есть Белки И каждая клетка Только То есть орган Знает Наш организм В какой клетке Ему нужно Какой в данный момент Времени Построить белок Ни один ученый И ни одна Знать не может Знает Это только организм Соответственно Строит он Это из аминокислот Вот поэтому Важно Из питания Получать все Эти питательные элементы А если организм Здоровый И кишечник Здоровый То тогда Из растительной клетчатки Пектинов Наши симбиотические Бактерии То есть кишечная Родная симбиотическая Микрофлора Синтезируют Но только В здоровом кишечнике У кого нет Хронического Дезбактериоза Или аналогичных Состояний Различных колитов Диуденитов И прочих Заболеваний Желудочно-кишечного Тракта Синтезируют Тоже все В том числе Незаменимые Аминокислоты Витамины Только одно Незаменимое Есть минералы И вот именно Их дефицит Со временем Приводит к огромному Количеству болезней И в том числе Почему у народов Гор Этих проблем нет Потому что Там как раз За счет переноса Ветром Разрушением Горных пород На лесовых террасах Самых плодородных Исторически Ведь там люди Сажали Где лучше растет А там не просто Лучше растет Там как раз С пищей С зеленью Которую они там В больших количествах Выращивают Они получают Огромное количество Микро и макроэлементов Всех Какие только есть И поэтому В этом дефиците У них К возрасту К старости Как правило Дефицит не Наступает Этих необходимых И действительно Незаменимых элементов То есть микроэлементов В основном А и тогда Они живут Гораздо дольше При равных Прочих факторов Чем другие люди Равнивных территорий Кроме тех Где есть Сейчас уже нет Заливные Пойменные луга На которых Растили Выращивали продукты Едят и мясо И рыбу И конечно же Растительную пищу Они Доживают чаще До глубокого возраста Ну в общем Это полный бред Возьмем тех же Народов хунзи Которые Не ели Никогда Животные продукты И Жили в среднем По 130 140 И более лет О чем свидетельствуют Английские Записи И наши Кстати тоже Но в основном Английских медиков Эти данные Потом под сукно Прикрыли И в интернете Уже трудно найти Первые источники Хотя можно На ссылки На первые Вот эти исследования Потому что понятно Что их надо было Скрыть Под печатью Глубокой Так сказать Спрятать Ну кстати Об этом И профессор Кэмпбелл пишет Который В старых Медицинских Библиотеках Находил данные Кстати В том числе О том Что ученые Еще в начале В середине Девятнадцатого века Сбалансированном Питании Хотя Говорят о хинею Потому что Говоря о незаменимых Аминокислотах Что их нет Всех восьми Незаменимых В одном растении Кто же заставляет Есть одно растение Когда можно Съесть несколько Где будут Разные Эти В том числе Незаменимые Аминокислоты А в совокупности Обеспечат организм Всеми Ими Хотя это тоже Ложь И есть такие растения В которых есть Все восемь Из восьми Незаменимых Аминокислот Но дело Не только в этом Так вот Вот это Так называемое Сбалансированное питание Хорошая дешевая отмазка Все мол в меру Все хорошо И душа успокоилась И брюхо успокоилось Потому что оно радо Получить шкварки Вкусные Ну и соответственно Душа Такая прокопченная Тоже рада Дело в том Что Мы сформировались Как все явные животные Да ну Это где мы сформировались Так Где В эволюции Ну прям друг Канала наука 2.0 Прямо Есть такие каналы Мракобесов Которые себя Конечно же Пупом земли Считают И эволюционщики Которые прям Вот Дарвин Доказывают больше Чем Дарвин Доказал Они доказывают Это Сейчас всем Что мол эволюция Ну кто верит В ту эволюцию А знать это Никто не может А именно верит Так сказать Дарвинскую О происхождении видов В результате Естественного отбора Борьбы За существование Что мы Все люди Современные От неандертальцев Астралопитеков Произошли Те просто Конченые идиоты Об этом Правда сейчас Не хочется Есть у меня отдельно Об этом видео Я просто поражаюсь Как люди хотят Верить в любимую Сосиску А потому Любой бред Сойдет за доказательства Дабы оправдать На своем столе Любимый бюстекс Так сказать Ну чтобы душа была Спокойней Тут и эволюция Сгодится В какой-то период Действительно Наши предки Питались Столько растительной пищей Но тогда Они и жили Очень много Пипец Полный Ну просто Ну насмотрелся Мультфильмов Где в шкурах Там мамонтов Добывают Понимаю Еще картинок В школьных учебниках Насчет тех же мамонтов Хотя Вообще Я просто А на каком основании Спросить У археологов Антропологов А вот Находят Вот кости Вот рядом с жилищем Вот охотились Ага Это ты в своей голове Дорисовал Что охотились Или лично Может видел 30 тысяч лет назад Нет не видел А не приходит ли в голову Этим идиотам То что По другому назвать Уж извините Их не могу Что вот как сейчас Находят рядом слонов В Шри-Ланке Или в Индии Где-то с жилищами Хоронят Как тотемных Домашних Животных Которые В хозяйстве Помогали Точно так же И было с мамонтами Что нашим предкам Они помогали В хозяйстве И были уважаемые Почитаемые животные Которые никто не ел И так далее Ну да ладно Были ответвления Ветви Тупиковые Только не эволюции А деградации В результате Страшных Грехопадений Когда создавались Фактически Вот эти гибриды Так называемые И об этом очень хорошо В семи великих Тайнах космоса Естественно Не свои мысли А просто Переписанные С старых Манускриптов Рукописи Изложил в свое время Николай Рейрих Пересказав Древние тексты Как было Например Во времена Древней Атлантиды Что там творилось Собственно Мы это знаем Примерно то же самое На примере Растление И грехопадение И падение Как следствие Этого растления Нравов Разума Совести Морали И нравственности Например Древней И греческой Римской империи Так что Ничего здесь Нового нет Витки Вот этой Так называемой Эволюции А вернее Не эволюции А деградации Идут Неоднократно Человечество Развивается Потом Убивает друг друга Уничтожает там Природу Или друг друга И опять До каменного века Только не знать Что это Бубуины В шкурах Дикие Тупые И потребляющие мясо Которые наоборот Им чуть ли не Как некоторые говорят Кретины Развело до состояния Людей Разумных Нет Я бы не говорил Что они разумные А просто умных людей А разум От совершенно другое Вот этот человек Например Нынешний комментатор Это неразумный человек Он не понимает То что он знает Он выкроил Некие Определенные факты Искорежил Часть из них Часть додумал Переврал Часть нафантазировал И выдает желаемое За действительное Наслаждаясь Вкусным Жарким Дело в том Что именно С момента Когда человек Начал питаться Мясом В нем Стали происходить Интересные Изменения Вот это не дебил Ну вот это Ну вот просто Ну какую ахинею Сделал Подборочку Из учебников Которые кстати Еще было известно Что в девятнадцатом веке Как подтасовали Вот эти переходные Якобы звенья Формирования Как бы человека От более Человекообразных Обезьян К современному Что это все полная Ахинея Подтасовка А потом Даже если Даже я говорю Пусть И не подтасовка Так никакого отношения К человеку Именно как виду Это не имеют Параллельные ветви Были безусловно Только не эволюции Надо по-другому Это называть Существование И деградации И вымирание В результате Своей деградации Да они и жили Мало Все правильно А человек Как нам говорят И в средние века Жил 30-40 лет Ну вот эти кликуши Разные и умники От науки Так вот я Абсолютно И вполне логично Доказываю В своих лекциях Чему свидетельствуют И жизни Книги И просто здравый смысл Как эту статистику На уши За уши Притянули И натянули Вот таким вот Умникам Которые радуются Что сейчас они живут Не 30-40 лет А больше Хотя нет Больше не проживут Уже теперь Но тем не менее Еще недавно жили Вот благодаря медицине А раньше Мол мало жили Хотя это полная ахинея Чему свидетельствует Сама жизнь В том числе Жизнь русского народа И любых других народов мира Посмотрите на эту картинку Здесь Собственно Какой кошмар А посмотрите Школьник Пусть нарисует Или маленький ребенок Какую-нибудь картинку Шариков Лошариков Давайте на формирование Лошариков Посмотрим Как они Добавляя кружочки Становились больше Круглее И возвышеннее В одном цирке Жили-были Жонглерские шарики И вот Однажды Ты кто? Кто ты? Я? Я ваш Мошарик Большим экспертом Чтобы заметить Что например Первый череп Находящийся В левом углу И нижний Это уже Мой хомо сапиенс В нижнем Бубу Как вы видите Только вот не понимаю Почему голос и повадки Это конечно может не имеет Для дела значения Уж больно похоже на Голоса приматов Такие Бубу При земле Которые вот вы Помните из 90-х Обычно так Вот такого плана Когда там Соображений Это идет мало Больше желаний А соображений Почти нет Только у нас уменьшалась Челюсть Да Ну ему виднее У нас увеличивалась Черепная коробка Формирование мозга Они конечно знают Об этом Но я вам объясню В чем дело Дело в том Что когда мы были Лишь Травоядными Мы вынуждены были Очень много жевать Ну как например Все травоядные Никогда люди не были Травоядными Это во-первых Во-вторых Хоть бы надо отличать Травоядных От плодоядных Ну понятно Что тут Ладно Мог бы религиозным людям Есть же такие Среди зрителей Привести пример Что все религии К примеру Прекрасно понимают И пробуждаются Все большее число Тех же священников Говоря о христианской религии Что действительно люди Ведь раньше Рай Да Райский сад Что там были плоды Питались только плодами люди Сковорода, кастрюль Как и Жертвоприношений Кусков трупов Которые они ели Кровь пили Такого разумеется Тоже в раю не было К чему должен любой христианин Либо любой религии Конфессии Представитель Следовать Ну стремиться к идеалу Так к чему стремитесь Те кто Все жаркое Кишки и мозги Пытается есть К сатанинскому Как раз Вы откатитесь Товарищи Это справедливо Совершенно Не надо отнимать Жизнь неповинных Животных Которые Смотрят так же Боль чувствуют Хотят жить И так далее Да Сразу скажу Для любителей Нести ахинею Типа растениям Тоже больно Они живые И поэтому Ха-ха-ха Мой шашлык В меня легко зайдет Так вот скажу Есть такое видео Которым я затыкаю Глотки Вот таким оголтелым И дебилом Которые сравнивают Боль страданий Животных С поеданием растений Чтобы свой шашлык В рот полез Легко И непринужденно Не выйдет Значит Ссылочка будет По данным видео Называется она так Мясоеда Как хотите Так теперь с этим И живите Название Потому что Точно такое же название Один наглый Я подчеркиваю А не просто Мясоед Написал как-то статейку Мол Как-то травоядный Или как-то там Написал Не помню Как хотите Теперь так С этим и живите Ну и вот Послушав Что же он написал Какие попытался Этот человек Доводы привести Я тоже привел А вот теперь Посмотрите И послушайте Какие доводы Аргументы Более логичные Разумные Например Короли В связи с этим Древней Греции Кого угодно И Пифагор Который писал О той же Гипербореи И так далее Причем Про одно Мы почему-то считаем Что это уже Ну как вот Гомер Троя Думали тоже Мифы и глупости Оказалось Что это правда И так вот Теперь будем Избирательно относиться Любим мясо Значит все Что писал Пифагор О веганстве Сыроедении Ну говорят Современным языком А он О естественном Питании живом Тех богов С севера Гиперборица Наших предков Которые Так сказать Он себя и считал Потомком Это мы будем считать Конечно ерунду Потому что это не вяжется С шкварчащими сосисками Воедино Ну никак Потому что человек Довольно быстро Начал насыщаться Потребляя Белковую пищу Насыщаться быстро Человек и начал И продолжает Потребляя жиры Как самый быстрый И вернее Калорийный источник Ну большой источник калорий Пережевывать долго Было уже не так нужно Из-за этого челюсть Начала уменьшаться В размеры Фантазеры Для того чтобы голова Продолжала Прямо И хорошо держаться На нашем позвоночнике Пропорционально Уменьшению челюсти Увеличивалась Задняя часть Нашей черепы Умник А почему челюсть Нижняя Не перестала Влево и вправо Вращаться А только Переформировалась бы она Как у хищников Тогда Ну для потребления мяса Только вверх и вниз Чтобы сухожилий Не вырвать И не умереть От Пойманной добычи Или как сказать Добычу не надо было Ловить руками Нужно же копьем Или там палкой Копалкой Черпаком По башке оглушить Ну да Это конечно Аргументище Только мы то говорим Не о фантазиях А о биологических Приспособлениях Так вот нет у человека Биологических Приспособлений Со всем прогрессивным Научным сообществом В пенсне И с жирными складками На брюхе И животе И так сказать И подбородком Только от этого Никак истинно-то Не перестанет Быть истиной А кривда ваша Правда и не станет Уж точно никогда Ну только Самообман Да Вот он может Зайти хорошо В головы Тех кто так сказать Только ищет Его сладкого Самообмана Это способствовало тому Что у нас стало Больше места Это способствовало тому Что больше фантазеров И места для мракобесия В башке Стало расти Потому что Желания уже трудиться Нет А есть только желание Жить ради удовольствия Своих и наслаждений Масса И постепенно В этой черепной коробке Ну тут-то мозговой массы нету У нас просто Прибавился Мозг У кого У кого-то прибавился У кого-то нет У нас момента Когда человек Начал Приблять белковую пищу И мясо Вспомнил я Антропогенез.ру Этот сайт мракобесов Которые прям Такие радостные Такие заслу Ну типа как Цицулин Это мои зрители Пойму такому речь Вот прям Один сапог пара Как говорится Там такие умники Радостные Водушевленные Такие доказывающие есть Просто ахинею Несущую Притянутую за уши Отбрасывающие Все что не вписывается В официальную Антропологию И так далее Когда так сказать Ну не будем даже Об этом говорить Что я думаю Любой сейчас человек Понимает прекрасно И муха Как говорится От котлет Зерна плевел Отделить может легко Тот и вброс В том числе и ложный Который есть И по разным Известным каналам Те линии Но и в то же время Те факты Которые свидетельствуют О том что В древней цивилизации Которые были Гораздо были Более развиты Потому что Даже сейчас При таком развитии Науки и техники Многие вещи Которые были сделаны Тогда сотворить Просто невозможны Ну например Такие как Амфоры Из серого базальта Которые находятся В тысячных Экземплярах Запасника Каирского музея К примеру Каирского Где амфора Узкое горлышко А внутри Расширяется Полость Внутри Этого сосуда Так вот Даже сейчас Это сделать Никакими приборами Оборудованием Невозможно Не говоря О тысячах Других Доказательств Того что Цивилизации Были более развитые А что касается Вот этой Картинок Которые верят Вот этот фантаст В эту ахинею Дам бы оправдать Любимую сосиску И то что он А главное Знаете ведь Что они оправдывают Они оправдывают Совесть свою Понимают что творят То же самое преступление Как и лично Своими руками Убийство животного Выпускание крови Выкидывание кишок Органов И пожирание Трупов животных Вот это Делают все те Кто Своим кошельком Своими руками Поощряет Ну голосуя За эти преступления Что они делают Нечто очень плохое За что придется Им отвечать И вот они пытаются Доказывать Обратное Для себя Чтобы легче жить Ну якобы они Необходимости потребления Для здоровья Мол что делать Жалко Но необходимо От этого Рождаются такие Изуверства И глумления Над разумом Извращение Человечности В ребенке Как например Ну да Кошечка Собачка Попугайчик Это твои друзья А это твоя еда Теленок Козленок И так далее Что ж тут поделаешь А ребенок то от души От природы своей Не обманешь Стремиться Играть с этим животным Так же как и с птичкой Собачкой Кошечкой С козленком Теленком Не важно Душа то чиста пока А потом запятнана Загажена Вот такими Ублюдками Изуверами И вот это понимают Они подсознательно Что творят зло Об этом очень хорошо Лев Николаевич Толстой с уверями Сказал Понимают Чувствуют И поэтому Лучшая защита Это нападение Поэтому строят Для себя Они разные теории Дабы Оправдать Своё людоедство Каннибализм И сатанизм У нас Увеличился Мозг Уменьшился Мозг Увеличился Дебилы Травоядные Это не веганы Это не знак равенства Веганы Это всё растительное Но это не трава Никогда люди Не были травоядные У них нет Для этого приспособления В виде Многокамерного желудка И так далее Как у жвачин Ну что за херню несут Или жёсткими Вегетарианцами Мы бы до сих пор Оставались Тупыми обезьянами Ну тупыми обезьянами Я вижу сейчас В основном мясоеды Кстати как правило Ну прям вот Тенденция такая Отчётливая видна Просто не было места В голове Для серого вещества Это для тех Кто считает Что есть мясо Нам совершенно не нужно Что мы вообще-то Были рождены Как животные Вегетарианцы А ты Вася На себя в зеркало Посмотри Даже может у тебя морда И как лепёшка Расплывшаяся Может быть Не видно что Тут морда Тут такой человечек Дебиловатый Виден вот такой вот Малолетний Старк А вот Уж не выдержал Извините Что касается Может морда В экран не влезает Может быть Но даже в этой морде Видно что зубки Которые называются Чисто технические По классификации Клыками Даже у приматов Это просто нет слов Это неправда Бубу Тем кто очень сильно Увлекается Веганством Фруктоведением А кто очень сильно Шашлыковедением Занимается Или уплетанием Пельмешек Тот хах Не мешало бы Например Поинтересоваться Такой наукой Как геронтолог Ооо Она изучает старость В принципе А также Сейчас Давайте покажем Про врача Сколько ей лет Умерла в Америке Известный врач Детский педиатр По-моему 113 лет Мой помощник Поставит картиночку И фразы Которые она говорила Про неестественность Потребления Например Она была веганкой Про неестественность Для детей В том числе Потребление молока Например Забыли Или не знали Давайте дальше Слушайте А геронтологи Это как Истина в последней инстанции Как говорил Энгельс Или Что Геронтологи Это не такие же Сосискоеды Ткани Через призму Своей сосиски Как правильно Жданов говорил Что через фужер С шампанским Пьяница Ну тот кто Употребляет алкоголь Для кого алкоголь Это естественная Часть жизни человека Он никогда Проблему Связанную с алкоголем Не увидит Вчера Геронтологи Сделать об этом отдельный ролик. Ну, сделай, сделай. Это связано прежде всего с воздухом и с хорошей водой. Молодец, смотрел мои видео, кстати, как он и признался. Так вот, это связано действительно с аэроионами отрицательными, большим количеством. Это, во-первых, свободные электроны, это непосредственно энергия прямая, первичная. Во-вторых, это связано действительно с определенными физико-химическими свойствами воды, как идеальным очистителем, то есть растворителем ядов, токсинов. И тогда, конечно, при том, что даже человек неправильно, относительно или частично неправильно питается, то эти ошибки природа ему в большей степени прощает, потому что у него есть очищающий фактор. У нас же всегда две чаши весов, которые вред и польза. И поэтому этот баланс вреда и пользы, да, но и эти люди теряют огромное количество лет жизни по совершенно объективным факторам биохимии. Это все равно идет, как идет. И потенциал жизни человек, который питается трупами животных, вот этими белками, которые вызывают реакцию антигена-антитела, высокомолекулярной, попавшей в кровь, а всегда туда попадает некоторое количество процентов непереваренных белков, так вот тогда цельных высокомолекулярных реакция на них идет, как на попадание в организм вируса, грибка, бактерии. Реакция не на название идет, а на структуру биологическую, на высокомолекулярный чужеродный белок, который образовался в другом организме, и иммунная система пытается его уничтожить, мобилизуясь. И вот эти лейкоциты, макрофаги, то лимфоциты, они уничтожают как раз путем фагоцитоза любые высокомолекулярные белки, вирусы, грибки, бактерии, попавшие в кровь, или белки съеденной куриной ножки. Совершенно одинаково этот механизм работает. И образуются в организме кодаверин, трупный яд, гнойные токсины, другие потрясыны, которые должны выводиться из организма. Они выводятся, но лишь частично. И вот как они выводятся, это зависит от других факторов. Вода, воздух, питание, иное, физическая работа и так далее. Но в любом случае, рано или поздно, превалирует накопление. То есть оно постепенно на небольшой процент превалирует, и тогда в последнюю треть своей жизни как раз это приводит к тому, что люди становятся инвалидами, малоподвижными, сальцгеймером, старческими теми проблемами, которые так боятся, вот этот горлопан, Старк, и который снял по этому поводу видео, что лучше умереть относительно молодым, ну, пить, курить, жрать, что угодно и так далее. Только в меру. И в Италии, в некоторых итальянских городках, посёлках, находящихся высоко в горах. Значит так, для зрителей. Открывайте мой канал в Ютубе. Там есть плейлист, отдельный раздел по долголетию долгожительству. Категорически обязательно посмотрите все. Там и про некоторые народы Кавказа. Там и про народы Крайнего Севера. Там и про другие районы в мире, которые есть и в Китае, и во Вьетнаме. Были раньше. Разумеется, Абхазия, определённые районы, Азербайджан, и всё понятно. Так вот, и там дана аналитика глубочайшая, которой нет аналогов. И тогда вы поймёте, что, к чему и почему. Но только после того, как вы всё посмотрите. Если хотите объективно, конечно, разобраться, а не посмотрев, начало позлиться, если вы любитель бюштексов, выключить и остаться, как говорится, при своём мнении, да ещё гордиться тем, что вы остались при своём мнении. Да ещё и кликушествовать, горлопанить, да ещё, может быть, и оскорблять. Что, мол, всё это фигня, но судить вы почему-то будете как Шариков. Ну, если хотите, судите как Шариков. Только и правда ваша Шариковская останется. Люди, живущие в этих городах, питаются в основном мясом, коз или бараньё, сыром, в том числе козьим или бараним сыром, пьют много вина, у них много винограда. Ложь, ну как можно так лгать? Во-первых, большая часть кавказских народов, где центры долголетия были, именно мусульманские, где как раз никакого, как разумный любой человек этот не знаю, а разумный поймёт, что там не то, что алкоголь, там не было даже и в помине алкоголя. Это во-первых. И во-вторых, это были люди-труженики, которым было не до алкоголя, видя, что происходит от потребления алкоголя в хозяйстве личном и общественном, когда человек начинает употреблять. Сначала употребляет, потом потребляет, потом не может остановиться, потому что такова природа этого наркотика, тяжелейшего, страшнейшего наркотика. Винограда, и они постоянно двигаются. Правильно. В этих городках им приходится всё время подниматься или спускаться по ступеням. Ну и, конечно же, Кавказ, всё то же самое, вино, сын, много зелени, типа кинези. А, молодец, про зелень сказал. Молодец. Мушки, винограда и молодое мясо барашка. Прям очень молодое, прям каждый день. Да, ну ладно, об этом сейчас не буду специально, кому интересно, посмотрят. Вот этот рацион считается одним из самых оптимальных. Это не считается самой оптимальной. Это ты, товарищ, так хочешь пить, гулять, жрать мясо и радоваться жизни. Ну, не получится. Не выйдет. Конечно, разрежённый воздух там в годах. Чем выше, тем лучше качество воздуха. Нет, там есть определённая граница. В пределах определённого количества километров над уровнем моря, когда в этой границе оптимум, а выше уже плохо. Установлена прямая зависимость от движения и долгой жизни. При этом спорт, серьезное увлечение спортом может вам скорее навредить. Логично. Ну, не дай бог, увлечены толканием штанги или, например, в каком-то фитнес-клубе. Но, опять-таки, я уверен, что этот человек именно говорит негатив про спорт такой вот серьезный. Не по той причине, что вот эту истину он понимает, что это вредно в плане... А просто этот человек, видимо, лентяй, трудиться особенно не любит, хочет брать от жизни всё, и поэтому любые превозмогания себя, то есть вот за что я люблю, уважаю, вернее, спортсменов, это за то, что они... Сила воли большая, это они творцы в какой-то мере, потому что они, превозмогая свои желания и пристрастия, идут к своей цели, проявляя именно человеческое вот и достоинство, и силу характера. Вот за это я уважаю. Он нет именно поэтому, это в подсознательном скрывается, это я уверяю, потому что он слабак, он хочет жить, как вкусно ему жить. Вот за это я не люблю таких людей. Я не говорю о тех людях, которые просто слабы и честны. Я уважаю таких людей также за честность, потому что человек порядочный скажет, я понимаю, что я слаб, что я не прав, но я вот черевоугоден, я это, я понимаю, но я слаб, я такой слезняк, червяк, что тут делать, так сказать, Тогда я пожму такому руку, хотя бы заочно, виртуально, и скажу, благодарю за честность. А вот когда, понимая, что они все-таки негодяи, подлецы, хитрицы и тому подобное, они пытаются с ног на голову все перевернуть и дерьмо свое налить другим на голову, оклеветать правду, природу, то есть природу, законы природы, вот таких я терпеть не могу и не дам им кликушествовать. Скорее вы себе навредите, у вас будут проблемы с сердцем. Если кто-то, не дай бог, играет в футбол и бьет головой о мяч, или он, например, занимается боксом, и кто-то бьет ему в грушу беспрерывно, скорее всего, вы убрете от кровоизлияния мозга. Спорт, именно спорт достижений, наносит огромный ущерб организму. Поэтому спортсмены получают такие большие гонорары, потому что на самом деле спорт, как правильно говорят в Германии, шпорт ист морт, то есть спорт это убийство. Не поэтому они такие гонорары получают. Шахтеры тоже рискуют своим здоровьем больше даже, чем спортсмены, а получают несоизмеримо меньше, чем спортсмены, многие тем более известные. А потому получают спортсмены. Вот что за бред? Даже непонимание ни экономики, ни политики, ни политэкономии, ни геополитики абсолютно в этом товарища нет. А вот что-то там еще, говорит, вещает про политику, я в шоке. А потому что это индустрия, и они участники этой индустрии, а индустрия помогает руководить людьми, делать их более прогнозируемыми, послушными. Хлебуй зрелищ и делай, что хочешь, как говорится, а особенно если народ пьяный, как говорила Екатерина, таким народом легче и легко даже управлять. Так что дело совершенно в других причинах, почему гонорары их так высоки. Так же, как и в шоу-бизнесе и так далее. Это некая прослойка, которая помогает контролировать население в их желаниях, естественных, жить лучше, справедливее и так далее. Это контроль. От нас это долго скрывали. Что скрывали? Индустрия продолжала внушать людям, что необходимо заниматься спортом, если вы хотите долго жить. Но жизнь спортсменов... Физической работой, да, надо заниматься. ...казывают, что многие из них в 20-25 лет падают замертво на футбольном поле или... Но вот тоже передергивание фактов. Понятно, что травмироваться или сломать сдуру можно и что угодно. Он идет по горной тропе, долгожитель, подвернулся камушек под ногой, упал и умер, и что теперь? Поэтому передергивание фактов нечестная вещь. Не все далеко спортсмены умирают или прикованы к инвалидным креслам в молодом возрасте от перенесенных травм. Травм можно получить и, идя он гуляя, травм можно получить, горшок упадет на голову, хозяйка мыла окно и так далее. Поэтому давайте так тоже, без извращений. Это говорит человек вам, то есть я, который тоже негативно относится к большому спорту. Хотя тут есть и большие положительные в плане, но патриотического воспитания молодежи. То, что было в советское время, отношение к спорту было иное, именно потому что это сплочало людей. Это другая, отдельная, глубокая тема, но тем не менее я отношусь негативно. Я не люблю, когда передергивают факты, когда их извращают. Тут в угоду своим желаниям. Имея свои медали за гимнастику, баскетбол или большой теннис. Одним словом, спорт опасен для здоровья. Ну, безусловно, как и многое другое. А вот долгожители Кавказа гимнастикой, товарищ дорогой, занимались? Абсолютно не занимались. Можете спросить, они посмеются. Конечно, нет. Просто они трудились. И действительно, походы по горам туда-сюда лучше любой гимнастики. Работа идёт на все группы мышц. Гимнастика – это хорошо, йога – неплохо. Но это не значит, что можно не заниматься больше трудом. Самое лучшее, самое правильное, самое естественное от природы – это физический труд на земле, на живой природе. Вот это самое лучшее. То есть, занимаясь крестьянским нормальным трудом на своей земле. Это идеально. Да, для жителей городов это гимнастика, это другой физический труд, разный. В том числе, умеренный спорт. В том числе, может быть, почему бы нет. Бег, ходьба. Правильный бег сейчас. Учат правильному бегу, чтобы не разрушать опорно-двигательный аппарат. Что нет спортсменов, там, велосипедистов. Вот есть один француз, ему 105 лет сейчас. Только недавно прекратил. Давление повысилось. А почему повысилось? Потому что, я предполагаю, я не знаю, что ест всякую гадость. А почему? Может, атеросклероз, может, углекислого газа меньше. Но почему он долго? А на это есть причины. Долго продолжая заниматься той же физической нагрузкой, что и вчера, выделительные системы работают идеально. А значит, даже при неправильном питании отчасти, человек может гораздо дольше оставаться здоровым, нежели тот, кто прекратил заниматься физически активным трудом с вытекающим из него потоотделением и очищением организма, или вовсе этим не занимался. Люди, занимающиеся йогой, на самом деле живут больше, чем в среднем люди. При этом у нас, у европейцев, было неправильное представление о йоге. Вот только сейчас йога находит в ногу. По крайней мере, здесь, на Западе. Всегда казалось, что йога – это когда человек очень худой, поджарный, левую ногу может загрузить себе за правое ухо. Нет, йога теперь по его, наверное, это когда толстопузый хряк может брюхо своё, так сказать, не только поясом стянуть, чтобы оно вываливалось за предел пояса, а ещё и, так сказать, достать до любой части своего тела своей пухлой ладошкой. На самом же деле, йога, её существует огромное количество, и можно выбрать ногу точно под себя. Можно. Есть лёгкая йога, есть йога для полных, есть йога для беременных, есть йога для больных, например, сердечников. Есть очень много вариантов йоги. Прелесть йоги заключается в том, что, освоив одну ступень, вы можете подняться на следующую и следующую безграничную. Прекрасно. Я полагаю, что также безгранично можно опуститься на любую ступень мракобесия и дури человеческой. И, кстати, в конце, как говорится, оставайтесь с нами, я зачитаю эти письма, которые я писал, и что мне отвечал этот товарищ, и их проанализирую. Вы можете совершенствоваться сколько вам угодно. При этом нагрузку вы всегда выбираете сами. Итак, лучше всего жизнь продлевает гимнастика, либо йога, правильно подобранная под вас. Дальше. Жизнь продлевает нормальное, разнообразное питание. Котлетки. Но здесь очень важный факт. В небольшом количестве... Вот оно в чём. Жири вот яблок, хоть в большом количестве, не подохнешь от заворот кишок, в отличие от сосисок. Значит, есть пища, которая естественная, и она и для ребёнка маленького естественная, ну, кроме грудного, конечно, и для старика, естественно. А есть та, которая почему-то становится с возрастом хуже, и в больших количествах хуже. Да с тем, в том-то и дело, что это не пища человека. Да ещё он пожарен. Ох, как красиво, салатным листиком украсили, мол, окультурили, можно и есть. Нужно немного. Порции должны быть маленькими, но они обязательно должны быть разнообразными. Обязательно. Сегодня сосиска, потом фрикаделька, потом пожаренные с яичницей. Ну, естественно, это я глумлюсь. Понятное дело, что кто-то скажет, да, это должен быть астейк из, там, бронзового мяса, или как там оно, мраморного говядины, или ещё что-то. А может, из твоей икроножной мышцы вырезать и поджарить и съесть, а? И непременно мясо, и непременно рыба, непременно белую. Ну, ныряй тогда прям, ныряй за рыбой, зубами её хапай и давай жири. Яйца и всё остальное. Конечно. Люди, питающиеся разнообразно и поедающие несли. Да это же вкусно. Живут дольше всех. Прекрасно. А потому что они гадят себя меньше, поэтому живут дольше, чем те, кто гадят много. А ещё живут меньше тех, кто эту гадость не жрут. Ну-ка, что там пробухло? Кроме того, даже употребление алкоголя, например, красного вина не вредит. Ну, это может сказать либо идиот. Ну, ладно, там первую, давайте так, три категории людей такое можно сказать. Первый это те, кто вообще, как бы, как бы, типа с другой планеты, вообще ничего не слышал о другой стороне любого алкоголя, этилового спирта. Неважно, в чём он содержится, в пиве, вине, водке и так далее. Допустим, тому это позволительно и того оскорблять не стоит. Второе это конченые дебилы, которые слышали, да совершенно не понимают ничего. Его рассудка нет, здравого смысла, логики, ничего у них нет. Либо конченые подонки, которые нарочно делают всё, чтобы уничтожить, споить людей, чтобы молодёжь начала пить. А дальше? Дальше уничтоженная генетика, разрушенные семьи, судьбы, отдельно взятых людей, общества, нации в целом. Неужели кто-то сейчас ещё есть тот, кто не понимает, что любая доза алкоголя опасна? Хотите учёных? Посмотрите, пожалуйста, того же Фёдора Григорьевича Углова, академика Павлова, других, кто об этом давно и чётко и ясно всё объяснил, разложил по полочкам. Посмотрите, кто ещё не смотрел лекцию Жданова Владимира Георгиевича, которая называлась «Алкогольный, табачный и наркотический террор против Святой Руси». Выпуска, ну название такой, выпуска 2004 года. Длинная лекция, которой просто жизненно важно посмотреть любому порядочному человеку, после которой ни один человек, который себя ещё считает за такового, то есть за человека, не сможет ни капли алкоголя употребить никогда в своей жизни. Если вы пьёте алкоголь хотя бы каплю, хотя бы грамм, вы вносите лепту своими руками в дело уничтожения своего народа. Вы иудой подонок, конченая мразь, но не человек, и таковы себя считать не можете. Что касается для здоровья, уже от 6 грамм алкоголя, содержащейся вот в этом малом количестве фужера, вина, есть та доза, которая разрушает и кору головного мозга, нейроны клетки, и другие органы и ткани. Уничтожает, разрушает генетику человека, приводя к вырождению нации, к рождению выродков, ублюдков, дебильных детей. Это не руготня терминомедицинский и так далее, и так далее. Поэтому, кто такое не понимает, в наше время я просто поражаюсь. И какие же есть чревоугодные ублюдки, которые готовы опродать всё, что угодно, лишь бы брюхо вкусное им набить, насытить в антураже, в красивом, вот таком, как тут сейчас всё изложено, фужеры, ножички, вилочки, чуть-чуть брокколи для успокоения совести, красный такой мясной бюштекс, который ты лично, видимо, вырвал у ещё кровоточащей, бьющейся в агонии коровы, да? Ну, нет, конечно, не откупил в магазине, и так далее, и так далее. Да, какие же есть двуличные ублюдки? О, конечно. Ну, прям доказывают. Если, блин, они это не ели и не пили, они бы, те, кто прожил 90-100 лет, они бы ещё дольше прожили, блин. Просто не могут это доказать только тем, что они умерли раньше. Поэтому не докажут, что если бы они этого не ели и не пили, то больше. Но зато есть многие другие, кто не ели и не пили, особенно среди как раз самых долгожителей народов Кавказа, азербайджанцев, которые не потребляли алкоголь, уж, по крайней мере, никакой. И там были долгожители официально зарегистрированы в советские времена, которые жили и 140, и 150, и даже, как Шарали Муслиму, 168 лет. Кроме умеренного движения и нормального полноценного питания в небольших количествах, что ещё способствует продлеванию жизни? А, кстати, вы понимаете, да, почему среди, ну, тех, кто просто так смотрит его лекции, разных людей, совершенно обычных людей, ходящих в супермаркеты, такое огромное соотношение разницы между лайками и дизлайками. Он же бальзам на уши, на сердце льёт тем людям, которые задумываются об этих вопросах. Любой задумывается сейчас в наше время. А хорошо ли я морально-этически поступаю, потребляя животных в пищу? А хорошо ли я, так сказать, для здоровья делаю, в виде информации другую со стороны? А это успокоитель. Мол, всё хорошо, всё правильно. А правильный человек говорит, радуемся, жрём теперь спокойно, со спокойной совестью всё попало. Конечно же, хорошее психическое состояние. Он должен находиться в мире с самим собой. Ну, это мы говорим проще о стрессах. Совершенно верно, безусловно. Он должен найти баланс. Баланс. Очень часто проблемы, не ведущими, ну, не только к сердечно-сосудистым, до сих пор они стоят на первом месте по смертности, но и к раку ведёт чувство собственной вины, чувство собственной неполноценности, неудовлетворённость собой, неудовлетворённость жизнью и множество стрессов. Штрессов? Ну, да. Большое количество стрессов, конечно, вредно. И вообще стрессы вредны. Это правда. О чём я и говорю. Только я аргументирую, чем они вредны. А конкретно чем, чтобы понять, то есть, как действует механизм выработки гормонов, в том числе адреналина, что такое стресс, как при них спазмируют мышцы, которые передавливают микроартерии, артериолы, которые приводят к ухуншению снабжения кислородом, в том числе, да, клеток, в том числе, в первую очередь, головного мозга и самого мышцы сердечной, то есть миокарда, что и приводит к инсультам и инфарктам. И это понятно. Вполне это я объясняю доходчиво в лекциях гипертонии, часть 2, инфаркт миокарда. Ах, вот как. Ну и не быть амебой человек должен, который только живет ради наслаждения. Тогда это не человек, а слизь поганая. Паразит на теле, земли. Нет, человек должен бороться. Да, даже если он проживет меньше. Количество жизни – это не самоцель для порядочного человека. Это лишь возможность, чтобы в течение дольшей жизни больше хороших дел сотворить. Созидательных. Сохранить природу от ублюдков, таких потребителей и так далее. Для этого нужно жить дольше в идеале. Но что же делать, когда эта возможность противоречит с непримиримостью от глумления, от неправды, несправедливости, от подлости человеческой? Тогда нельзя не злиться, не нервничать, не противостоять этому злу. Конечно, кто-то может спрятаться в своих норках и радоваться жизни. Но я, например, не могу. И порядочный человек тоже, в принципе, не сможет. Потому что, ну как же быть непримиривым к глумлению над здравым смыслом человеческим? К убийству животных, наглому, надменному и циничному еще оправданию этому? Ну и так далее. Так что нет, это не все так просто. А вот жить ради прозябания, ради наслаждения и удовольствия, может только паразит. И тогда понятно, откуда у него берутся такие самоуспокоительные душевные теории. Бери, мол, от жизни все, но только умеренно. Это они себя так ограничивают, мол, вот, я же разумный человек, я не говорю, что впадать в крайности надо. Умеренно. Это как и те подонки, которые внедрили теорию культурного умеренного питья в 60-е годы у нас в стране, приведя к полному татанному пьянству, потому что чувство как бы безопасности вселяли в молодежь тысячи лекторов, которые ездили по разным предприятиям и читали лекции, что с чем надо пить, мол, культурно-умеренно, мол, много и напиваться вредно, и, конечно, это некрасиво, а вот культурно-умеренно под хорошую закуску и так далее, это очень даже традиционно, естественно и полезно. И это привело к тому, что вот уже у нас допопуляция колоссальная. Не берем, конечно, регионы России, где численность населения, прирост огромен за счет либо приезжих, либо большого количества рождающихся в мусульманских регионах. Это бы надо в Псковской, в Новгородской, в Ярославской бы сделать. А вот такие горлопаны все делают для того, чтобы еще больше сокращать численность коренных народов и именно, в первую очередь, русского народа на территории самых русских исторических регионов России. Если ваш по типу ослаждения жизнью входит, хорошее питание, бокал хорошего вина, то вы поганое быдло. Нет, прослушивание хорошей музыки или хорошего фильма, значит, это нужно себе позволять. Нет, это не нужно. Человек и для того и живет, для великих целей и свершений, а не для пузотерства. И если он превращается в, как говорится, такой овощ, если он превращается в бездельник и тунеядца, скажем, человека, который живет только ради своих удовольствий, и даже если такому человеку предложить любое количество денег, чтобы он мог не трудиться, я уверен, что вот такой горлопан Старк и ему подобные, безусловно, ничего бы с радостью бы не занимались, никаким созидательным трудом физическим, в том числе, не работали бы и жили бы на проценты, как рантье, то есть паразиты, сибориты, которые живут для собственных удовольствий и наслаждений. Вот они бы и жили, но это паразиты, это тянет общество, ведет к деградации, к умерчлению, к вымиранию. Необходимо позволять себе высыпаться. Преждевременное просыпание тоже плохо сказывается на состоянии. По большому счету, человек должен жить так, чтобы то, что он видит вокруг, ему доставляло радость. Прекрасно. Вот радость, это единственное хорошее слово, которое прозвучало, которое к удовольствиям и наслаждениям не имеет никакого отношения, потому что это из категории чувств не телесных и низменных, а душевных. Поэтому радость человеку доставлять должно созидание положительного, позитивного труда, созерцание природы прекрасной, вот эта гармония, единственность с природой, да, но, к сожалению, мы живем в таком обществе, когда терпеть и спокойно жить, радоваться жизнью, и когда вокруг мир разрушается и планету губит, нормальный человек не может, я так считаю. Вот. А паразиты, сибориты, ну что ж, только не надо оправдывать вот это свое желание быть паразитом на теле Земли тем, что это так естественно и нормально. А это в том числе нормальное питание, а это... А нормальное питание это не потребление трупов животных и их выделение. Общение с друзьями и сам... И общение с друзьями это не значит застолье на столе, проклятая бутылка как кульминация праздника и это извращенное представление о празднике. А это душевные беседы, это действительно музыка, пение, это рассказы, это вспоминания чего-то объединяющего людей в жизни, это какие-то стремления к лучшему, к созиданию, направленные мыслью на какие-то, так сказать, добродетельные поступки и желания. Ну, то есть, это действительно общение нормальное. Только никакого это отношения к пожиранию трупов за столом в компании и к поеданию, попиванию алкоголя вообще не имеет. Это своя личная реализация. Об этом я еще сделаю ролик, в чем смысл жизни в целом. Те, кто утверждают... Ох, интересно, что же он сделает, как же он считает, человек с извращенной психкой, в чем же смысл жизни человека, как будет интересно это послушать. Для того, чтобы прожить долго, необходимо стать веганом, фруктоедом, сыроедом. Это те, кто, а, не хотят смотреть на факты. Это как раз те люди, которые смотрят на факты. Во-первых, жизнь долгая это не самоцель, а надо понимать, зачем долго жить. Во-первых, жить долго одно, а жить еще долго здоровым, чтобы быть, это действительно не обойтись без веганства и сыроедения, по крайней мере, разумного сочетания веганства и сыроедения абсолютного. Во-вторых, факты как раз доказывают обратное. Подтасовка фактов ничего не доказывает. Значит, что касается... Факты доказывают, что знаменитые сыроеды, веганы и прочие умирали до сих пор. Факты доказывают как раз, что веганы и сыроеды умирали гораздо в более позднем возрасте и не от тех болезней, от которых умирают в более молодом возрасте те, кто жрут все подряд. Это совершенно неправда, как вы теперь уже поняли. Благодаря большому количеству тех фактов не меньшему, чем привел этот товарищ, привел бы он тысячи, я бы тоже тысячи привел. Ну, зачем больше? Ну, хотя я и так, правда, больше привел. Никому из них жизнь не продлила именно их диета. Естественно, их диета продлила и продолжительность, а главное, качество жизни, о чем говорили Леонардо да Винчи, известные люди, которых он почему-то не привел в пример, как Никола Тесла, который тоже был вегетарианцем, которого убили, сбила машина, а потом он, умер бы любой человек от того, как его сбило, какие он потерял, ну, скажем, потерпел, какую аварию, когда его сбило на пустой улице, специально, целенаправленно его хотели убить машину, он еще прожил 4 года и, конечно, потихоньку загибался от тех непоправимых ущербов, которые на катастрофе нанесла. Ну, плюс ко всему, давайте возьмем еще кого-нибудь, Пифагор, Плутарх, Сократ, они были все веганами-сыровенными. Если вот этот товарищ не знал, то Пифагора убили, например, в 101 год, убили его. Дальше. Среди людей, питающихся разнообразным мясом, рыбой, скини, позволяющие себе и фрукты, и овощи, и все остальное больше долгожителей. Бред. Не надо сравнивать тех, кто жил раньше, при том, что многие факторы, как я уже говорил, отрицательного воздействия перекрывались факторами положительного и сейчас добавились в наше время последние 30-40 лет, буквально 20. Поэтому о долгожителях не надо говорить. Теперешних уже их нет и не будет. А о том, что, значит, вот сравнивать тех, которые были и сейчас. Все, факторов воздействия больше на людей и то, что было еще, простительно, от природы, что называется, благодаря иным стечениям обстоятельств и факторам, раньше, сейчас уже не будет. Пора бы забыть об этих бабушках. То лучших рецептов вы в этом смысле не найдете. Да ну уж прям. Здравомыслие должно присутствовать во всем. Однозначно. И в конце интересен еще вот такой вопрос для тех, кто прикладывает всяческие усилия для того, чтобы прожить дольше. Таким людям я предлагаю один раз сходить в дом для престарелых. У меня на самом деле был друг, который носился с идеей фикс, что он проживет 120 лет. Он, кстати, увлекся йогой и тоже ограничил себя в еде, чувствовал себя замечательно. До этого у него были проблемы с позвоночником, потом они ушли и он постоянно надоедал мне со своими идеями, что он должен прожить больше ста лет. Как же возмущает этого человека сама мысль о том, что кто-то это может прожить. Ведь подсознательно как бы он не хорохорился, а он и сознательно намерил себе максимум 90, вот этот вот Старк. Его бесят и бесило, что люди другие, которые понимал он, что они правы, даже подсознательно это понимая, не признавая себя самым, он злился от этого, выражал протест, выразил его вот в том числе в этом видео. В конце концов, я взял его с собой, у нас есть родственница, ей больше 90 лет, точнее 94, и она находится в Альтерсхайме, то есть доме для престарелых. У нее давно Альцгеймер, то есть она никого не узнает или узнает, а потом опять не узнает. Только конченый дебил, вот конченый дебил может провести параллель долгой жизни, долголетия и умственной отсталости, болезни Альцгеймера, как будто это не исключающее, абсолютно перетекающее, естественное одно в другого состояние. Абсолютно, то есть как будто человек не знает обратных примеров, что есть и те, и их гигантское количество, было по крайней мере, которые жили, вот как у нас в Псковской области, вот здесь, где я сейчас снимаю это видео, в Пушкинских горах, есть рядом Апочкинский район. Этим летом, а это один священник еще снял, как почувствовал, что это было ему такое видение, он поехал с бабушкой, снял интервью, стараюсь у него забрать. Она через несколько дней умерла. Она рассказывала ей, обладая такой памятью, что, думаю, у этого товарища точно такой нет. Так вот, ей было 110 лет. Она умерла в 110 лет полностью во сне от инсульта либо инфаркта. И была абсолютно здоровым человеком, который за собой полностью ухаживала, ну и за домом, поддерживая, живя в деревенском доме, все свои годы. Как и огромное количество других людей, которые умирали и в 120, и в 140, и в 160 лет. В общем, таких там много. И что дальше? Есть и калеки, есть и спортсмены, которые правильно, как он сказал, в 20 себя искалечили, но несчастные случаи, и теперь в инвалидном кресле. И значит, теперь говорить, что все спортсмены в инвалидных креслах сидят, или неизбежно все спортсмены будут в инвалидных креслах, это же тоже такой же бред, который он сейчас несет. А он еще призывает к здравомыслию. Товарищи, дорогие, вы представляете, что несет человек? Какую ахинею логичную. Товарищ Старк, почитайте учебник «Логика» за 54-й год, вот этот учебник, чтобы хоть понимать, какие слова и фразы что означают, и какие примеры ваши же личные опровергают сказанное же вами чуть ранее. Я, может, только жить начинаю, на пенсию перехожу. И мы провели там полдня. Прекрасно. Он очень сильно сопротивлялся, ему никак не хотелось, столкнуться с реальностью. Ну, давайте приведем тогда другую реальность. Отправитесь вместе с другом в тюрьму какую-нибудь, где пожизненно заключенные. Сейчас у нас смертной казни нет. Или, например, где маньяки, насильники, там и прочее содержатся. И покажите, что, мол, все маньяки и насильники теперь, значит, это вот вы в будущем. Приведите какую-нибудь логическую, как вам кажется, закономерность, которая якобы скажет о том, что вы со своими склонностями точно станете таким же маньяком или, вот, скажем, неуважение к чему-то или агрессивное отношение к чему-то, нетерпимость к чему-то вас обязательно сделает вот таким. Вот вы не хотите быть таким маньяком, насильником и жизнь вот так закончить? Так не надо быть нетерпимым к чему-то. Будьте толерантными. Точно такая же логическая цепочка. Что же мы увидели? Что увидели? В немецком доме престарелых практически все старики за 90 лет. Ну и что? А нет мужиков, бабушек и дедушек за 90 лет в той же Германии, которые не в домах престарелых и, скажем, прекрасно ходят, разговаривают, двигаются, даже спортом занимаются. Вот я привел в пример 105-летнего велогонщика, например, француза. Ну а что? Нет в домах престарелых тех, кто все-таки сам за собой ухаживает, живет более-менее здоровым человеком. Хотя, да, мало, потому что, как правило, негодяи-родственники сдают своих родственников, родных своих, когда они уже не могут сами за собой ухаживать, то есть как раз больных людей. Потому их там в основном и нет. Неужели это тоже непонятно? С логикой у вас абсолютно плохо. Они не нормально питались и работали пусть нормально, не нормально питались, а сейчас, тем более в домах престарелых, уж точно нормально они питаться не будут. И не прикладывая никаких усилий, дожили дом и лук из старости. Дожили, потому что они и дожили больными людьми, потому что от генетики, от природы у них потенциал жизни колоссальный. Да и они своей ложкой-вилкой, ну, конечно, не только ими и другие факторы, но в первую очередь ложкой-вилкой копали себе могилу, что у них огромный запас жизненных сил, потенциал жизни, но они его растратили быстро своим неправильным питанием, жили для себя, как говорится, для вот как вы, к чему стремитесь, для своего брюха, удовлетворения своих пристрастий, вкусовых, самооправданий, но только им относительно повезло, потому что обладали они очень большим запасом прочности, жизненных сил, а вы уже нет, потому что вот эти дедушки своим сыновьям и дочерям изгадили генетику, а они ваши родители вам и у вас уже нет такого потенциала, поэтому забудьте про бабушек, вы про 90 лет там что-то писали, ха-ха. Большинство из них, тех, кому далеко за 90, страдают, если не старческим безумием, то какой-нибудь деменцией, альцгеймером, забывчивостью и еще кучей различных... Ничего хорошего в глубокой старости нет, это только считают такое либо конченые дебилы, либо те негодяи, которые оправдывают себя, понимая, что долго они не проживут, они придумывают разные отговорки, чтобы легче им жилось, понимая, что они все-таки живут неправильно, но мол, еще же хуже тем может быть, но этот-то дальше зашел, он говорит не про может быть, а чуть ли не что это будет обязательно, так вот, приведем примеры тех людей, которые в глубокой старости прекрасно себя чувствуют, живут и умирают просто от определенных болезней, потому что от старости человек вообще не может умереть, ну, например, от быстрых, типа инсульта, инфаркта. КОНЕЦ И прожить, чтобы таким человеком и прожить долго и качественно, безусловно, нужно жить адекватно и уж точно не питаться трупами животных, от которыми ни биологически, ни ментально, никак, не только пользы не будет, но и будет обязательно вред, и действительно человек, который это ест, да еще осознанно, то тогда этот человек обязательно умрет от тяжелой болезни, либо долгой, либо прикует кровати, либо действительно вот то, что сейчас показывает вот этот товарищ. Вот наслаждайтесь жизнью такой расточительной, уничтожающей природу, животных, растаптывающей мораль, нравственность, и давайте, наслаждайтесь, живите как паразит, и вы, да, у вас действительно судьба, может быть, уготовит вам вот такое вот будущее. Меньше шансов, конечно, они есть тоже, но меньше гораздо у тех, кто живет действительно осознанно, порядочно, честно, и в том числе не питается несвойственной человеку от природы пищей. То есть, в основном, люди, которые думают, что будут жить насыщенной жизнью в старости, они просто эту старость на самом деле никогда не видели. А вот если бы они видели эту старость, то они бы понимали, что цель дожить до 100 лет и больше это глупая цель. Да, это не глупая цель абсолютная, дело не в дожить до 100 или больше, привязываясь к какой-то цифре, это условные цифры для тех, кто не бездельник. Вот, например, тот же Академик Углов, он почему хотел дольше прожить, а чтобы трудиться, чтобы больше обществу пользы принести. Но он прожил, скажем, не так уж прям мало, но 103 на 104 году умер, хотя от рака, потому что ел мясо и так далее, вполне это естественно. Человек должен жить до тех пор, пока он сознает всю красоту жизни. А он ее может до тех пор осознавать, пока он сам трудится и приносит пользу. Но даже если он не может уже трудиться, но в полном сознании и понимает все, все, что происходит, все переживает, искренне, принимает мысленно, душой, участие во всем процессах жизни, он должен жить. Так вот, любой человек, кто ест мясо, посмотрите мои лекции и вы поймете абсолютно, объективно, доказательно, аргументированно, что любой человек, кто ест мясо, он гарантированно умрет от рака, вот тут уже 100%, только если раньше он не умрет от более быстрых причин смерти, таких как инсульты, инфаркты, язвы, скрывшиеся, так сказать, кровоточащие, там, скажем, желудки, ну, к примеру, и других быстротечных болезней, которые могут привести к быстрой смерти, не говоря уже о травмах и каких-то, так сказать, авариях, катастрофах. у тебя может сохраниться тело, ты будешь неким мешком с костями, но голова, мозги уже работать не будут. Какой же человек извращенец? Ну, есть же такие больные, я вот знал, что человек начнет нести ахинею, но чтобы такую, чтобы свести все к тому, что если ты живешь долго, и тем более лет сто, то ты обязательно, значит, уже психически ненормальный человек, либо ты уже с Альцгеймером, либо ты уже, значит, с деменциями, у тебя нет ни памяти, ни соображения, ты как овощ, и так далее, как будто нет других примеров. Ну, давайте им приведем, накидаем этому идиоту. Дорогие друзья, ну, не поленитесь найти, неважно на каком питании, тут-то он вообще уже про всех подряд говорит, что какие есть люди, кстати, на каком питании, в каком возрасте, как они себя ведут. Да, кстати, а я сейчас вставлю несколько отрывков, еще не вошедших, может быть, в мои лекции про долголетие долгожителей, как себя чувствуют, выглядят, как рассуждают те люди, кому далеко за сто лет. Зовут его Игорь Константинович Зиногев, человек без преувеличения из трех веков. 106 лет ему исполнилось. Родился он 1 апреля 1894 года. Живет он в Медведково на 9-м, самом верхнем этаже обычного типового дома. А у двухкомнатной квартиры его совсем необычная. Практически вся его долгая-долгая жизнь отражена на ее стенах. По профессии Игорь Константинович художник, рисует по настроению до сих пор. Ну а сами вы вот, в чем видите секрет вашего долголепия? Здоровье, наверное, или то, которое мне подарили мои родители. Слушай, я был все-таки, если так сказать, я был все-таки первен. А что такое первен? Во-первых, это первый, когда, а что бывает первое? Первое всегда и любовь у родителей была какая-то более, ну, бульгарно говоря, темпераментная, так, и все такое. И вот все, что осталось, досталось мне. Поэтому осевидно, ну, и кроме того, отец, как производитель, не пил, не курил, это тоже имеет большое значение. Я уж про маму не говорю, которая была идеальной женщиной. Ну, а сами вы вот, в чем видите секрет вашего долголепия? Дмитрий, а секрет это я получил. Я сказал так, как начало. А все остальное, не знаю, у меня какое-то природное чувство, как у животного, самосохранение. Ну, кто мне сказал, не принимайте лекарства или делайте это и это? Никто мне не сказал. Это я сам дошел своими как-то, ну, наблюдениями, не злоупотреблял ничего. И, кроме того, большая очень дисциплина во мне была всегда. И поэтому тот человек должен быть всегда в каком-то режиме. посмотрите, вот это мозг человека, страдающего Альцгеймером. Прекрасно. А не надо страдать Альцгеймером. Не надо жрать силикат алюминия, то есть, вообще, алюминиевые есть из алюминиевой посуды. Не надо прививки делать с алюминием, которые сейчас пичкают детей, вот чтобы Альцгеймер был уже в не 100 лет, а в 50, скажем. Вот не надо это все делать, и тогда не будет Альцгеймера. Не жри ты трупы животных, которые ты не можешь поймать на природу и выдумывать насчет эволюции вилочно-ножевых эволюционных теорий приспособлений из жопы растущих. Вот тогда и не будет болезни Альцгеймера. Здорового человека. Как вы видите, постепенно мозг при болезни Альцгеймера как бы усыхает. Пипец. Ну, давайте сейчас приведем еще десятки болезней, в том числе редких медицинских, когда будем показывать, как же страшно и усыхает мозг, и просто сгнивает, как заживо человек гниет, как у него подагра развивается, например, там он уже ходить и двигаться не может. Кстати, от мяса и развивается подагра. Урата натрия как раз вот та самая рюматизм, та самая особенно подагра болезнь богатых мясоедов и прочее, и прочее. Ну, давайте, давайте, сейчас начнем. Придем к одному и тому же всегда. Так не то еще будет правильно. Почему? Ну, почему? Это, наверное, связано с плохим питанием. Нет, говорят врачи, это связано с тем, что мы стали слишком долго жить. Ну, 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 пипец вообще полный. Во-первых, мы стали меньше жить, а раньше жили дольше. Вот тоже начинает сказку тут петь, а хинею, повторяя за неучими, теми же врачами, которые сами ничего не понимают, о чем они говорят, а жить-то стали как раз в целом меньше. А потому идет, что на любую болезнь есть свои причины. Если на Альцгеймера главные причины влияют, помимо определенных вирусных и грибковых поражений, с годами откладывающих свои, так сказать, отпечатки следы в виде вот того, что он показывает, это как раз отравление алюминиевыми компонентами, которые содержатся сейчас во многой пище, во многих продуктах питания, к сожалению. Со временем, с возрастом, у людей просто высыхает мозг. Ну-ну. А раньше люди страдали болезнью Альцгеймера меньше, просто потому, что они редко выживали до 80 лет. Ой, что же за бредят он отнесет человек. Да. Ну вот начиная от, даже художественной литературы, почитайте, начиная от Пикуля, где он там про одного священника, кому там 118 лет, до какой-нибудь Лесах на горах, кто это у нас там, Мельников-Печерский, который описывал и даже дворянку 113 лет, Утраду и так далее. Я уж не говорю, что там говорить. Я тысячи примеров, реально тысячи, приводил, ну, во всех своих видео по долголетию, долгожительству, по разным эпохам, разные перепо... Откуда взялось вот этот бред там насчет тому, что раньше была низкая продолжительность жизни, а сейчас увеличилась. И так далее. Я все это там объяснял. Ну, просто посмотрите, кто захочет выразить какой-то протест. Вы посмотрите. И давайте так. Вот эти протесты сейчас. Ну, вот протесты свои, потому что вы хотите есть мясо, пить алкоголь. Отчего честно только идут ваши протесты? От того, что я что-то неправильно говорю? Если вы честно, наедине с собой, зададите себе этот вопрос, вот отчего? Поймете, почувствуете, уловите ваши вот эти чувства злоба, ненависти, негодования, то если вы это сделаете честно, то вы поймете, они идут от вашей слабости и глупости, от вашего нежелания изменить себя, от вашего желания потакать брюшным пристрастием и дешево оправдывать все что угодно, лишь бы жрать то привычное, вкусное для вас. И вы понимаете, что вы столько и долго не проживете, хотя хотите, как бы вас не отучал от этого вот такие товарищи, в том числе, как Старк, от желания прожить дольше, а также от бесцельности жизни своей, возможно, да, и так далее. И вас это злит, и вы эту злобу выражаете не в том, как разумный человек осознал бы и менял бы свою жизнь к лучшему, в том числе психическое состояние и отношение к жизни и так далее, а выражение в протестах, в злобе, в желании отоптать все, очернить вокруг себя, до своего низкого уровня опустить, а не возвыситься. Да, уже есть препараты, которые могут продлить более-менее работу головного мозга. Какой же человек находится в плену иллюзий? ...становиться, тем больше среди нас будет заболеваний деменции, старческого безумия. Да, Вася, пока все колют себе по 10 перевивок в грудном возрасте родители-идиоты, пока они кормят химическими продуктами, пока на полках магазинов из года в год меньше становится продуктов питания, а больше запечатанных в полиэтилен продуктозаменителей, когда больше города будут отравляться продуктами электромагнитных обработок и токсичных выделений веществ от пластиковых окон ПВХ, чем вы дышите наверняка, а я имею в виду это и диоксины, которые как раз влияют на слабоумие, выражают их в последние годы все чаще и чаще от этого, от того, что вокруг пластик везде, он уже в воде, вы уже воду с этим пьете, антибиотики и так далее, вы считаете за норму жизни, тем да, вы будете быстрее деградировать, мозг у вас будет быстрее разрушаться, меньше будете жить, к старости, если даже доживете, будете действительно слабы и мозгами, а тем более логикой, это сейчас уже люди слабы логикой, потому что деградация идет от очень многих факторов, кстати, один из них действительно важнейший, это электромагнитные, мощнейшие источники излучения, главные из которых являются Wi-Fi и другие СВЧ-излучения, но об этом многие не думают, потому что также оправдывают свою комфортную жизнь, сидя на толчке в унитазе в руке с айфоном, к примеру, либо с другим смартфоном и аж злятся, когда у них этот айфон отбирают, ну вот и вы такой же товарищ Старк, мозгов уже нет, логики нет, злоба и есть, хотя она выражается у вас так в спокойных формулировках и фразах, однако она внутренне это есть, и ах, какая сильная, сильный протест. И всего прочего, дожить до глубокой старости в принципе можно, но жить полноценно при этом тем более можно, а жить при этом не то, что невозможно, вы слышали? Жить полноценно при этом возможно и абсолютно естественно, я знаю, изучая и ездила по разным регионам России ранее, тем более я часто это делал, везде всегда я узнавал истории тех долгожителей, которые знали люди в округе, например, в Дивеево когда-то был там много лет назад был один дед, который в 105 лет уходя в лес за 5-10 километров где еще лес этот был рубил эти хворост себе на растопку на печь и таскал на плечах воду все то делал, что сейчас молодой человек сидя за компьютером какой-нибудь средний программист или там менеджер не способен физически сделать, что раньше делали эти деды. О чем говорил, например, известный скульптор Каненков, он, конечно, немного прожил, всего 94, но тем не менее он рассказывал про своего одного из дедов, который 110 лет прожил, и как он с ребятишками играл и по лесу ходил, там тоже таскал тяжести и так далее. Ну почему же вот такую ахинею надо нести? Ну уж Геллеровского пьянчушку вспомните, как он даже в своих рассказах не Москва и Москвичи, а Моис Китания другое произведение, где он про столетнего Бурлака рассказывал, где он рассказывал про чудовищную силу даже при глубокой старости тех людей, которых встречал на своем жизненном пути. Почему мы должны вот этой ахинеи упиваться и какой же вред приносят для людей вот такие вот блогеры, как вот этот Старк. И я ведь уверен, я уверен, что вот несмотря на то, что я абсолютно привел доказательство обратного, я привел доказательство тому, что он несет полный бред, ахинею, а логичную, что он не знаком с логикой, со здравым смыслом, которым призывают. А я уверен, что он будет тем не менее. Он останется на своих именно убеждениях, на верованиях. Ему вот эти аргументы, которые для разумного человека должны полностью изменить, перевернуть жизнь, сказать, да, я дурак был неправ, да, я нечестно по отношению к себе, тем более к другим поступал, я свою совесть, разум забалтывал, забеливал и заклеивал, вот, но тем не менее он так не сделает, я уверен. Кстати, напишите, дорогие друзья, вот кто-то из вас, я очень надеюсь, так часто мне люди пишут, единицы, но пишут, находят себе мужество, смелость, честность, признаться, что я был идиотом. Так и напишите, да, был идиотом. Я вот, например, говорю, я был тоже когда-то идиотом, это не понимал, катился через матрицу вот этих цивилизационных предрассудков, хотя никогда в жизни не употреблял алкоголь, не курил, но тем не менее ел все это подряд, гадость все это, но когда-то очнулся и сказал себе, хватит быть вот этим тупым, ну, не буду называть животных, потому что так нельзя, не человеком, хватит, во что это, так сказать, превратился, в неразумное существо? Нет, пора перестать. И жить надо долго, не для того, чтобы самоцель такая была, чтобы жрать вкусно, тут-то вам понятно, с вашей психологией это как раз не подходит. Вы как тот, лучше как ворон, кровью пить и жить 30 лет, это понятно, вам главное бери от жизни все, наслаждение, а высшее наслаждение человеческое, проявление разума, его творчества и так далее, созидательного труда для вас незнакомы, и потому для вас действительно радость жизни от наслаждения ваши брюшные, жалко вас таких людей, низких, ничтожных. Но не надо только своей глупостью вот эту низость свою оправдывать, и не надо других людей сподвигнуть к прыжку в пропасть, куда и так все общество летит просто, бежит, семимильными шагами, топает. А вы, флагманы этого движения сатанинского, так вот не нужно, и я этого не допущу. Пока я жив, как говорится, я этого безумия не допущу. Кому-то надо и остановить и это мракобесие. А вы напишите, дорогие друзья, что да, был идиотом, так же думал, но я очнулся. А так же напишите ему сюда, вот этому товарищу, в его канал что-нибудь, чтобы он не думал, что жизнь малиной будет казаться, и что все радуются, в ладошки хлопают и поощряют вот такое-то безумие и такие-то подвиги человеческие. И никакая диета, никакие гимнастики для мозга, никакие препараты вам не помогут прожить больше, чем вам отведено биологическими часами. Какой умный! У всех биологические часы одинаковы. Всем отведено больше 150 как минимум, по разным аналитическим раскладкам. А живут люди меньше. Вон Децл в 35 умер. Интересно, как он жил? А может он тоже сыроедом был? Нет? А вы не видите таких в 30 лет сейчас умирающих поголовно? Кладбище молодыми в 20-30 лет забитые от алкоголя как раз того самого, который вне нормах потребляли. А не норма будет всегда, она в начале только доза, а потом уже безгранична. А мясо тоже все они ели. Да еще как! Жизнь любили, наверное, по-своему. Про это ничего не хотите сказать? А? Потому что меру во всем надо знать. Да нет, лукавая это, сатанинская, про меру-то. Ну тогда давайте у героина меру знать. Давайте тогда знать меру у каких-то других наркотиков. Или что? Легальные это уже не наркотики? Нет. Алкоголь и табак это наркотики, только легальные. А другие запрещенные, то есть нелегальные. А ущерб здоровью непоправимый, особенно в последующих поколениях, а не только тебе, гниди, я имею ввиду, взятого, так, человека в вакууме, отдельно взятому такому наглецу, не конкретно, персону я какую-то сейчас беру. Так вот, человек живет не только ради себя, а ради общества, ради будущего, ради детей своих, наций, ради того, живет человек, чтобы оставить после себя некое наследие. Духовное там, разное, материальное, разное наследие. Но ему дается урок пройти это жизненное испытание, именно как урок, чтобы себя перевести на новый этап, вот это, если можно так выразиться, духовной эволюции, и из примитивного четвероногого существа стать более высоким существом, чем человек является на земле. Потому что этим эволюция, так можно сказать, не ограничена, я имею в виду, как вершины человека, в его теле, на земле, есть еще не только физическое тело. Но это совершенно другая история, как раз говоря, о смысле жизни. Поэтому брюхоногие привычки и целеполагания здесь неуместны. Поэтому бредни о том, что после ста наконец-то у меня начнется жизнь, это абсолютное бредни. А наконец-то это бредни, потому что зачем после ста? Пусть они начинаются и после каких-то других цифр. У кого-то после 90, у кого-то после 70, у кого-то и кто такие возможности счастливые имеет, и после 40, это пожалуйста, человек должен быть счастливым. Только, к сожалению, есть те люди, которые не дают другим людям быть счастливыми. Несправедливое мироустройство у нас в мире и в нашей стране. И потому порядочные люди, неравнодушные люди, с обостренным чувством справедливости люди не могут быть счастливыми в полной мере, когда видят, как несправедлив этот мир. И что тем более не могут те, кто понимают, что они лучше этот мир могут сделать. А еще понимают, что лучше все вместе мы объединившись можем сделать. Да как же быть с теми, кто оттягивает это возможное будущее вот такими методами, как это делает этот товарищ. Жить нужно полноценно, даже если вы прожили 50 или 60 лет, но при этом наслаждались жизнью, вы прожили не зря. Человек живет для самореализации. Если он реализовался в молодом возрасте, в принципе, он может уйти в молодом возрасте. Очень многие гении, обратите внимание, умирали рано. Почему? Потому что они исполняли свою роль, для которой они пришли на эту землю. Цель не жить бесконечно долго. Вот это интересная мысль. Безусловно, цель, да, здесь уже ближе к истине. Только одно другое не отрицает, а напротив, если бы тот же Ломоносов, если бы тот же, допустим, Пушкин, если бы другие выдающиеся деятели культуры, науки и так далее жили бы гораздо дольше, сколько бы больше пользы для общества, для народа они бы могли сделать. Если бы под сукну не убрали труды Никола Тесла, если бы его подло не убили, а он хотел Советскому Союзу, кстати, передать очень многие серьезные наработки, понимая, к чему дело идет, вот прямо в 30-е в конце годов, и вот тут случилось то, что случилось. Поэтому многим молодым, гениальным людям они, вернее, умирают не потому, что они сами умерли, выполнив свой долг, а потому, что им помогли это сделать, и тому история тоже знает много примеров. Поэтому вот не надо умничать так сильно, а тогда долг исполнить, выполнить, а вот какое предназначение у человека? И уж точно у человека не предназначение убивать свой дом родной, где он живет, и убивать своих братьев меньших, так сказать, ради своего нистовства в чудовищном людоедском, сатанинском желании пожирать искаженные вареные и жареные куски трупов, то есть мышечной ткани, трупов убитых животных, видеть их на своей тарелке, о чем очень хорошо в свое время это сказал и Платон, и Сократ, и Плутарх, и другие выдающиеся мыслители, ученые прошлого, с чем, как видно, не согласен вот этот товарищ, который теперь живет для своего брюха, и пытаясь совместить две интересные теории о предназначении человека в духовном и каком-то действительно, может быть, в таком плане конструктивном, и в плане удовлетворения брюшных потребностей, извращенных брюшных потребностей, думая, что это все хорошо и естественно, и пытаясь это некий симбиоз здесь сделать, не получится, не получится. Цель прожить насыщенно и реализоваться, а для того, чтобы реализоваться, нужно получать удовольствие от жизни, и в том числе нормальное полноценное питание. Питание меняется привычки и желания от того, что человек ест, и то, как его извратили и приучили к извращенному питанию, к неестественным вкусам, которых в природе вообще не существует с детства, он и вырастет извращенцем, рабом желудка, который будет пытаться подстроить высокие полеты фантазий и мысли и высокие теории под низменные и примитивные те, которые, так сказать, пропагандируют этот товарищ, что, мол, вот, вкусы, наслаждения, везде гармония, все понапихал в одну, такую кашу сделал, нет, не выйдет, противоречит это законам природы, не получится, это не дано природой, что тебе дано природой, подойти прорезать корове горло, чтобы кровь начала хлестать и потом бьющееся в агонии животное разделать, кожу снять и потом мясо сожрать, нет, вот это противоречит самому главному, что есть на земле у человека, его совести врожденной, а искореженной совести таксадистов, что ж, много, им не противоречат, есть и те, что он людей убивают и жарит и даже консервы говорят, делали извращенцы типа Чикатило и прочих, так и вы такие же, только чуть-чуть в меньшей степени, чем они. Я надеюсь, что кого-нибудь это остановит от безумных поступков. Я очень надеюсь, что мой вот этот ролик остановит подобных этому человеку, особенно тех, кто его слушает, от безумных поступков, от безумных, за которые придется вам расплачиваться и в нынешней жизни, и в следующих жизнях обязательно. Потому, таким людям проще думать и верить в то, что человеческая жизнь ограничена этой, человек живет не вечно, его, то есть дух, душа, а именно, так сказать, его тело и ограничена жизнью этого тела. Тогда они могут творить здесь непотребное, поганое, оправдывая чем угодно. Когда вы изо всех сил стараясь ограничивать себя во всем, доживете кое-как до возраста Стива Джобса, а ему, поверьте, очень хотелось жить, но его поджелудочная железа уже полностью ищет Только не нужно здесь аналогии с питанием, товарищи, не надо таких подлых гнилых приемчиков дешевых. Это только на дебилов рассчитано, на тех, кто любой ценой, даже ценой попрания здравого смысла, разума, рассудка человеческого будет ставить эти аналогии с тем, что, мол, вот так-то, вот, мол, веганы, жрете то, что не положено, мясо, вкусное, полезное, целебное, не едите этот эликсир. И вот к чему это приводит. Подлецы вы, подлецы. Свои ресурсы, вот тогда возвращаться назад на нормальное питание будет уже поздно. Так что будьте здравомыслящими. Помните о том, что человек это всеядное существо. Человек это, безусловно, не всеядное существо. Посмотрите на все морфологические, то есть, внешние особенности, на анатомические, биохимические, на здравый смысл рассудок, на совесть свою человеческую. Все вам это вкупе даст и покажет, что человек существо плодоядное, и здесь религии многие правы изначально, в первопитании человека, так сказать, тут здесь это совершенно справедливо, и насчет фужера с шампанским. Но эта тема, как говорится, отдельная, хотя кратко коснулся под этим видео, дам ссылочки. Ну и вот, давайте последние слова его послушаем, и я зачитаю переписку. помните о том, что нужно двигаться, но не слишком переусердствовать, необходимо хорошо спать, получать от жизни удовольствие. Когда придется уходить, а уходить нам придется абсолютно всем, то надо будет подумать, что ж ты, скотина, сделал хорошего в жизни. Не для того, чтобы лично сладко поесть, вкусно поспать, а что ты оставил после себя. Старость и смерть неизбежны, вы не будете уходить с сожалением. Вы скажете, что получили от жизни все, что хотели. Ну вот, как раз те слова, я это не слушал в начале, но вот мы закончили тему, он закончил, что бери от жизни все в итоге. Понятно, эта гнилая философия известна со старых еще времен. Молодец, да ты просто лапка и душка. Ну вот, теперь давайте посмотрим. Я ему написал гениально, ну просто умно, рекомендую для аналитики данной темы посмотреть это. Ну и здесь сосиска в голове, это как раз для тех рубрика первая-вторая часть, которые до сих пор сопротивляются, желая вкусно пожирать, сопротивляются здравому смыслу, совести, логике и так далее. Мясо и Библия для тех, кто христиане оправдывают, что вот, Христос ими рыбу ел и мясо, и мол, бери и жри шашлык. Теперь, значит, чем мясоеды себя успокаивают? Посмотрите, как раз там то, что вот ответ наглым, так сказать, мясоедам, которые мол, о, и растения, мол, им больно, ха-ха-ха, мол, ху-ху-ху. Теперь, зачем думать, вот это очень логическая интересная вещь, то есть, о зацикленности, прозомбированности, предвзятости, как раз о том, чем страдает автор данного ролика. Посмотрите, дорогие друзья, обязательно это видео. Ну, про белки и незаменимые аминокислоты, бред медиков, это кратко, с одного телешоу, где бедного человека парня заклевали умники, набросившихся лавиной. Ну, послушайте, что же они говорят. То есть, это вообще то, как медицина якобы доказывает пользу и необходимость животной пищи. Вот вы просто послушайте их доводы, ведь других они не приводят и не могут привести, потому что их просто нет. А, да, извините, вот это диетологи, врачи, вот это номер 7. А белки незаменимые, это мое короткое видео, там просто я говорю, откуда ноги растут, вообще что такое белки и незаменимые аминокислоты. Ну, это ладно. Ну, и, конечно, 9 причин болезней. Вот это полное видео посмотрите обязательно. Ну, ладно. Он, конечно, это не смотрел, но пишет. Если это вы и есть, господин Фролов, он мне пишет. То есть, уже так вот, уже таким тоном, я уже вижу его, чувствую, я думаю, вы тоже. А если это вы, господин Фролов, вы большой молодец, конечно. Да. Торговля разного рода биодобавками, то есть, уже меня оскорбляет. Я надеюсь, идет хорошо, мол, что я это все говорю для того, дебил. Я бы это все мог продавать. Вот я раньше продавал идиот и мерзавец, продавал рыбу, экологически чистую, с озер мне ловили, начиная от Онежского озера до всяких сек, озера и прочих Карелий, которые вообще не загрязнены, которые не имеют даже деревни-то по берегам, разрушенные разные озера. И там и пеледь, и даже такие редкие виды рыб, так сказать, которые вот вы не знали, да, есть, в том числе пресноводные, абсолютно не заходящие в море лосось там, да, и так далее. Так вот, но я перестал этим заниматься давно, когда осознал, что я делаю, творю зло в этот мир, несу этим самым. Я не мог, моя совесть не позволяла. Я потерял на этом очень много денег, я теряю сейчас с моей клиентской базой, очень многие люди бы это покупали, не для себя, для родственников, но совесть не позволяет. Поэтому говорить мне о том, что я чего-то или так намекать грязно, пытаюсь делать радио там заработка, это только подлецы и подонки могут сделать, которые себя так мыслят, проецируют, то есть они бы, они допускают это, то есть они сами такие же. Так вот, я много чем занимаюсь и мои биодобавки, о которых вы говорите, это максимум один процент от продаж других всех моих товаров. А помимо моих продаж продуктов и товаров, у меня еще есть около 20 видов бизнеса других. Поэтому заткнитесь лучше на эту тему, неостроумно. Теперь, только вы не ответите на вопрос, он мне пишет, почему среди долгожителей очень много, подозрительно много мясоедов. Ну как же не отвечу? Легко отвечу, и здесь ответил, частично. А подробно отвечаю в своих, вот в этих лекциях, а также в лекциях по долголетию. Теперь, а вот из веганов или стрейдов практически нет. Ложь, и веганов стрейдов в сотни, тысячи раз меньше. Теперь, профессор Неумывакин кажется сегодня, нет, не кажется вам, то есть вернее, вам-то может что угодно казаться, он умер, ему было меньше, он умер, прожил всего 90 лет, и дело тут не в этом, он умер уже, а вы даже не знали. Жак Фреск 101, да, он умер в 102, почти в 102 года прожив, ну и что? Хорошо, ладно, молодцы, уже значит кто-то есть. Дальше. Ели обычную пищу и сохранили даже здравость ума до конца. Ну, во-первых, это не так, часть своей жизни они все-таки не ели, часть да, опять-таки поколение тех людей, вы все пытаетесь сопоставить с современными, там была совершенно другая генетика, экология и формирование людей, детей. В первые годы своей жизни это самое главное, а тогда они формировались абсолютно не испытывая дефицита в необходимых всех питательных элементах, которые сейчас дефицит в современном мире у молодежи. Теперь, ведь тут я пишу, что мол, ну мол, это я, господин, весь тут я пишу, вы умен не по годам, а я все эти вопросы, на все вопросы отвечаю в своих видео, почему и от чего, я не торгую, в том числе торгую бадами, ну это один процент, ну как я сказал. Люди, представьте, могут заниматься и двадцатью, тридцатью видами дел, а не одним, хотя ему, наверное, это кажется невозможно. По торговле и злобе, на это специально для вас с девятой минуты пятьдесят пятой секунды, думаю, он не посмотрел, это видео, которое называется у меня набор мышечной массы, можно даже в ютубе просто набрать мышцы фролов, и вот с девятой минуты пятьдесят пятой секунды про тех, у кого аллергия на любую рекламу, я для таких идиотов подробно это объясняю и доказательно. Теперь, про долгожителей только потрудиться надо, все двенадцать видео моих просмотреть, вот тут плейлист, указатель, ссылочка на долг, он, конечно, не смотрел, тут найдете и про ста двадцати трехлетнего вегетарианца с Кавказа, кстати, и так далее, да, посмотрите, то, что я рекомендовал выше, ну, дальше, кстати, стоп-стоп-стоп, а почему же дальше нет, он, по-моему, удалил один свой комментарий, который был именно вот здесь, после этого, что идет еще один мой, и это вам так, для интереса, с первых минут услышите, Юрий Андреевич, здраве, случайно попал на ролик про одну бабулю, а, ну да, кстати, очень интересный ролик, ну, кадр это мы показали в данном видео, теперь идем дальше, отвечает он мне, да, я смотрел вас долго, пока не сделал свои выводы, ну, выводы вообще-то можно, дорогой товарищ, сделать на основании чего-то, вы же пока, то, что мы увидели, это не выводы, а верования, сделанные на основе желаний, теперь, веганы и прочие фрукто-сыроеды, это не одно и то же, поэтому не прочие, уже пренебрежение здесь через край, ну ладно, были и в прошлом веке, так они были и миллион лет назад, и тысяча, никто из них не вошел, ложь вошли, как те, кто всегда живут дольше, вошли, естественно, это так, практика показывает нам, что люди едят мясо, спокойно живут до 90, так они до 130 жили раньше, а если бы не ели, жили бы и под 200, что ж тут, на все есть причины и следствия, абсолютно неукоснительные логические причины и следствия, лично я считаю, да считать-то можно что угодно, что дальше бессмысленно жить, но это мы видели уже из видео, и знаю, что вы думаете по этому поводу, я общался со стариками, и не хочу туда, в глубокую старость, а я тоже общался со стариками, только с другими, и хочу туда, в такую старость, в другую, только не в вашу, уверен, что и вы со всеми своими заморочками, ну это у вас они заморочки, а у меня только знания, и нежелание попускать всяким мерзавцам глумления различные, будете там сидеть в инвалидном кресле, ну это вы будете там сидеть и вспоминать, как вас там звали, так вот, бесцельно, бесполезно спорить, пишет он, да нет, спорить-то полезно, если споры оглументированы, вы выбрали этот способ жизни, отлично, я, наблюдая за жизнью, пришел к другим выводам, да это уже видно, этот разговор был бы полезен, если бы вам было, что он начинает старая песня, ну понятно, что тогда этот разговор другими словами вообще бесполезен, о, а мне 20, и я весь, ну понятно, что 20, коль такой, мало кто в 20 лет имеет мозги, этот не имеет, а мне 20, и я весь такой больной в молодом возрасте, ну-ну, вы много чего говорите, но опять же, неумывакин живет, во-первых, он уже не живет, во-вторых, и фреско прожил 101, прекрасно, что, а я вам привел другие примеры, которые гораздо дольше прожили, мой дед прожил 87, ну просто пипец сколько прожил, откройте, дорогой товарищ, мое видео, долголетие на Руси, так вот там, ну просто, каждый второй пишет про то, как прожили их предки 105, 115 лет, и так далее, и много чего интересного рассказывают, как одна бабушка почти в 115 лет поехала, просто и в поезде умерла, простудилась там, или еще по каким причинам, как будто все у вас в инвалидных креслах заканчивают, да вы фантаст, просто, как же дешево можно оправдывать себя пониманием того, что ты хочешь пить, там, жрать все подряд, и прожить мало, как следствие, это вполне логично и понятно, а тут такие оправдалочки сладкие, не, не выйдет, вот, выпивал рюмочку водки за обедом, и ел сал, закусывая ватрушка, ну и умер по этому в 87, у меня в 127, умер легко, так бы всем, так вот, не всем так выйдет, дорогой товарищ, это счастье, что он так умер, видать, заслужил в прошлой жизни, а вы так не умрете, и таких полным, как он, здоровья вам, о, победил, мол, нет, проиграл, я пишу, были, вошли, вы много, просто не знаете многое, у вас сейчас не знание, а вера, что вы подтвердили ниже, расслабиться, мол, и жить спокойно, я тут пишу, что это ваша как раз вера, нет, дедушки могли и больше прожить, а не 87, вы уже проживете 60, на то есть много причин объективных, заморочек у меня вообще нет, я деловой человек, и тружусь по 18 часов в день, пьют алкоголь только предателя своего народа, не расшифровывал тут, я не знал тех, кто хотел умереть, академик Углов и Павлов мечтали прожить и 150 лет, человеку века мало, такое название книги, кстати, у Углова была в свое время, бездельникам много, а творцам и 200 лет мало, здоровья и вам, но он мне на это пишет, вера как раз у всякого рода веганов, ну, что же он мог еще написать, они верят в то, что питаясь морковкой и яблоками, это вы питаетесь, больше, наверное, ничего не знает, кроме морковки и яблок, будут жить вечно и очень долго, при этом в больнице, ну, в больницах, видимо, полно веганов, на кладбище спокойно лежат веганы по 60 лет, а мясоеды по 30 лет не лежат в могилах, сожрал, ну и заткнись, но все эти сектанты, это как раз мясоеды сектанты, капусты верят, сектанты капусты верят, ну, хорошо, что с ними будет по-другому, потому что у них гораздо, не факт, что у них будет по-другому, это объективно, но у них гораздо больше шансов, что у них будет, конечно же, по-другому, Если бы ваши теории были верны, а это не теория жизни, то у вас теории. Мы бы по всему миру наблюдали буквально бум рекордов долгожительства веганов и прочих фрукторианцев. Услышьте меня. Здесь логики нет никакой. Во-первых, такие есть. Один уже пример того, что человек 104 полных года имел то физическое состояние, которое не то что ни один мясоед, но и ни один 20-летний горлопан практически не имеет, за редким исключением. Игнул монеты и так далее, и так далее. Жил полнейшей жизнью нормальной, и его просто сбила машина. А, кстати, очень многих почему-то сбивают машины, трамваи переезжают. И мы таких случаев знаем очень много. Так что я вас слышу, и вы услышите. Попытайтесь хотя бы. Да вы, товарищи, попытайтесь. Но это, вижу, бессмысленно. Среди нынешних долгожителей, кто официально зарегистрирован, как самые-самые старые люди, нет вегетарианцев. Да ну. Ну, во-первых, это ложь. Я уже привёл пример про одну бабушку, врача в 13 лет, которая умерла. И не только она, очень многие. Есть и сейчас живущие за 110 лет вегетарианцы. Но дело-то не в этом. Большинство-то из них просто не выпячиваются. И это правильно делают, кстати. Тут ничего больше доказывать. Конечно, нечего больше доказывать. Сказка о продлении жизни на моркови великолепна. Ну, видимо, в морковная голова у этого товарища. Там, видимо, сок надавленный из морковки. Хотя нет, конечно же. Из трупов тем и хуже. Но она не срабатывает. Долгая жизнь – это комплекс. Нет. Это у вас комплекс, что вы не проживёте долгую жизнь. Вы это прекрасно осознаёте. Но вы пытаетесь спокоиться и жить здесь, как нога левая подскажет. И с мясом, и с рыбой, и с движением, правильным отдыхом, хорошим внутренним настроем можно великолепно прожить активные годы. А быть мешком с костями? Ну, понимаете, всю ту ахинею, что он там писал, он здесь кратко сформулировал. Сходите в дом престарел... О, опять, про дом престарел. Приблизьтесь к реальности. Да это вы к реальности приблизьтесь и увидите тех людей, которые в глубокой старости прекрасны и активны. Вот как оно есть. Многое там... Да, многие там – это те, кто даже пережили своих детей. Оно вам надо? А надо, чтобы все жили долго, по возможности. Жизнь, конечно, не даст это сделать всем. Мир несовершенным. Но мы как раз с вами и творим этот мир. Вы просто даже не понимаете. Я не понимаю. Первое, что говорят столетние старики о своей жизни, быть стариком – нехорошо. Ну что ж, давайте приведем другие здесь примеры. Вот прямо сейчас. Вам действительно больше ста лет? Сто девять. Не поделитесь ли вы секретом своего долголетия? Как прожить долго? Надо уметь следить за собой. Человеку помогают хорошие привычки. Я уже в почтенном возрасте, и сыновья оберегают меня от тяжелой работы. Но если пашут, я все равно пашу, сею кукурузу, обрабатываю землю. Время собирать виноград – собираю виноград. Когда собирают чай – и я собираю, сколько смогу. По-видимому, вы обладаете недюжинным здоровьем. Я родился под Новый год, и меня сразу искупали в холодной воде. С тех пор, сколько я себя помню, я всегда купаюсь в холодной воде. Это привычка у меня в крови. А ведь холодная вода смывает все дурное. Ничего хорошим в моем состоянии нет. Это те бедные люди, выкинутые своими детьми, не имеющими цель и смысл жизни, кого вы видели в домах престарелых. Конечно же, они так будут там говорить. Но это не значит, что говорят все пожилые люди. Неужели это неоднозначно понятно? Все эти сказки про профессоров Павла, что будут поражать мир 120 и так далее, из фантазийного мира. Нет, это из реального мира. Ресурс человека, как любого существа, ограничен. Конечно, годами 200-300 он ограничен. Так что вы, по сути, боретесь за пару возможных лет больше. Нет, это вы боретесь за то, чтобы пожрать повкуснее побольше и оправдать свою совесть погубленную. Ну ладно. Я ему там отвечаю, старость – не обязательно болезнь. Если в 100 и 120 люди полные энергии, они больные, да? А больные как раз питались трупами животных. И таких большинство, естественно. В домах престарелых убивают кормлением. И не надо смотреть на примеры плохие. Вера как раз у тех, кто, не имея никаких оснований и приспособлений на то, едят трупы, думая, что это естественно. Понимаю, что трачу свое дорогое время впустую для него. Возможно, сниму видео о ваших заблуждениях и ошибках, в том числе логических, биологических и иных. Странно. Больные у вас ассоциации долголетия и немощи. Да это так и будет, если бокал вина и мяско. Если доживете, что вряд ли. Если же жить на земле, трудиться, пить правильную воду, есть живую пищу и так далее, то можно и жить долго и качественно. Поедая трупы невозможно, тем более в наши дни. Ваше видео и письма «Оправдание брюха». Вы хотите жить для еды? Ресурс человека минимум 200 лет дан. Про морковь это дурь написали, сами понимаете. А я потом поясню, да. Ну и там вот, значит, интересный так просто пример, как папа стал 86 лет сыроедом. Не знаю, как он выглядит, как он стал себя чувствовать совершенно по-другому. Просто жизнь уже гасла в нем, а он ее поднял на новый, недосягаемый ранее ресурс. И таких примеров просто тысячи. Ну и так далее. Ему тут еще кое-что прислал. Он мне пишет, вы мне пытаетесь, то есть присылаете какие-то примеры и упорно продолжаете игнорировать то, что никогда вегетарианцем, впрочем, сектантом капусты, ага, не был. Как вы объясните, что известный Жак Фреско прожил 101 год? А 101 год это вообще ни о чем. Оставаясь при этом до коста дня в здравом смысле. А значит, он был одно время веганом и вегетарианцем, да, перестал им быть, хотя очень сильно после этого изменил все-таки свое питание. И поэтому не надо говорить, что Жак Фреско, он гамбургеры ваши не ел. Теперь Жанна Кельман, а, ну-ну-ну-ну, знаем мы такую. Не была, да, не была. Список он может продолжать, так и я список продолжу. И что дальше? И эти люди просто украли у себя имеющую огромную, мощнейшую генетику. Просто колоссальную генетику. Вот бабушка на днях, к сожалению, у моей жены умерла, последняя. Всего 90 лет прожила. Она очень была генетически крепким человеком. Просто это видно на протяжении всей жизни, что она не ела. Гадость какую, жареную, все правильно. И кто-то скажет, что такой оголтелый идиот, что долго, и вот, мол, пример. Правда, 10 последних лет передвигалась елей, еле-еле, потому что сломала там ногу в свое время, и потом вот неправильно зажила, и она, так сказать, так жила, со стулом ходила, хотя колоссальный запас прочности. Если бы она все-таки изменила свое питание, как некоторые меняют в этом возрасте, и тогда они просто оживают. И таких примеров масса, что вы на это скажете. А эти умирают люди, которые плюнули на все и дальше плыли по течению, жили как жили. Просто у этих людей мощнейший запас прочности. И именно те из них, кто в своем преклонном возрасте меняют жизнь на нормальную, на правильное естественное питание, живую воду потреблять начинают и так далее, они просто оживают. И этих людей старых, кому сейчас 90 или больше, если напитать дефицитными минералами, которых у них тотальный дефицит, очистить организм, почистить от гельминтов, значит, очистить вообще от токсинов, если напитать их жизненно важными минералами, пить качественную и правильную воду и так далее, они проживут минимум 30-40 лет еще. Как не проживут еще среднего возраста, и тем более молодые оголтилые умники. Поэтому начинает тут. А зачастую, как в вашем случае, часть бизнеса не более дурачок. Не знаешь ты мою жизнь. Я бизнесы разных совершенно направлений. Создавал с нуля за несколько дней. И для меня это вообще не проблема. А я человек, для которого правда самое главное, даже если она вредит моему бизнесу. Теперь. Еще вот такое наблюдение. В списке самые старые люди на Земле из 100 человек только 7 мужчин. А раньше было наоборот как раз. И мои зрители, очень часто подмечая, пишут мне под теми видео, что раньше, вот смотрите, сейчас женщина, а раньше мужчина наоборот. И на то есть свои причины. Смотрите мои лекции по долголетию долгожительства. Странно, традиционно веганские типы Индии даже нет в списке. Потому что мировое, вот такое научное, культурное сообщество игнорирует те факты, сколько люди живут там, и в списке официальных долгожителей их просто не вносят. Так же, как, например, недавно, в 2016 году, умер в Москве, которого не внесли в официальные списки, самый старый, предположительный, конечно же, потому что мы точно не знаем, житель Москвы, последний из купцов, старобрядцев, барановых, которые внесли вот этот ажурный огурец в, скажем, ткачество российское, узор. Умер он на 120-м году жизни, в 1896-м родился. Очень интересный человек, про него видео я тоже потом сделаю. Так вот, хочу вам сказать так, что эти люди, да, они ели мясо, но ели его несколько дней в году, потому что соблюдали все те посты, а не как эти, перекрасившиеся, считая себя христианами, а на самом деле ничего не соблюдая практически, а действительно те, кто соблюдал, да, у них резервные системы, организм были так же сильны, но очистительные, выделительные системы работали изумительно, и да, даже потребляя, были те факторы, которые перевешивали эти вредные, и они жили дольше, хотя и 120 лет это далеко не предел. Кстати, в 80-м году, когда Олимпиада была, а ему было ТА-84, он пешком из Москвы пошел в знак там своего личного протеста, долгая история, не буду это сейчас пояснять, в Иерусалим пешком, через горы, через все, то есть через границы, вот без паспорта, ну такой оригинальный был человек, то есть вы не сможете это сейчас сделать, а он тогда, в таком возрасте смог. Кстати говоря, о преклонных годах, и жил он таким же бодрым человеком до 120 лет жизни. Ну в общем, ладно, понятно все, что есть дебилы зашоренные в своих верованиях, особенно в дешевых, которые оправдывают свои низменные порочные желания пристрастия, желание жить паразитом, получать наслаждение и удовольствие от всего, не ограничивать себя, ну только так, для порядка, чтобы можно было об этом говорить, ну и так далее, что же с людьми происходит. Поэтому, дорогие друзья, я много уже наснимал видео, где давал аналитику глупостям и идиотизмам людей. Хватит, давайте на этом закончим, кроме, пожалуй, моей рубрики «Сосиска в голове», вот это обязательно я буду и дальше разбирать, для новичков, конечно, в основном, ну и для, как бы, забавы ради, проведя время со смехом, с юмором, для моих постоянных зрителей, потому что я там, как правило, что-то смешное выкаблучиваю, выделываю, вот. Ну а с этими разборами хватит мне присылать, а вот разберите и этого чудика, и этого там, и так далее. На всех время я найти не смогу уж, извините. На этом всё, крепкого вам здоровья, и главное, действительно, здравомыслие. Ну, хватит жрать трупы животных, и обязательно посмотрите хотя бы аудиоверсию, первую ступень, Льва Николаевича Толстого, хотя бы ради спасения своей души. Вот так вот скажем. Хотя бы ради этого. Всё, до связи.